1918-1929 годы Любое изменение статуса Палестины было связано с непростыми отношениями внутри палестинского треугольника. Решение прекратить военное положение, которое было продлено из-за отказа Турции от Северского договора и ввести гражданское управление еще до того, как британский мандат на Палестину был официально ратифицирован, было принято из-за беспорядков на Песах 1920 года, 4 апреля, вспыхнувших главным образом в Иерусалиме. Арабы нападали на евреев, ранили, убивали и наносили ущерб их собственности. Военные власти, которые не были ревностными сторонниками Декларации Бальфура и были склонны принять сторону арабов, стремились сохранить статус-кво, как и следовало ожидать от Временной военной администрации. Это означало подавление чаяний евреев, которые хотели внести изменения после Декларации Бальфура в отношении иммиграции, покупки земли и превращения еврита в официальный язык. Таким образом, существовало явное противоречие между Декларацией Бальфура и политикой, фактически проводимой в Палестине. Конвенция, держав победительниц в Сан-Рэмо, приняла решение 18 апреля 1920 года, вскоре после беспорядков, предоставить Великобритании мандат на Палестину и возложить на нее ответственность за выполнение Декларации Бальфура. Таким образом, Декларация Бальфура перестала быть односторонней британской Декларацией и стала международно-правовой основой политики держав Антанты. Из-за проарабских наклонностей военной администрации в Сан-Рэмо было решено передать власть от военных гражданскому правительству. Первым верховным комиссаром Палестины был назначен Герберт Сэмюэлл, увлеченный британский сионист и бывший министр, человек с большим талантом и управленческим опытом, а также человек действия. Это было четкое просионистское заявление британского правительства, все еще возглавляемого Ллойд Джорджем. Следующий акт палестинской драмы произошел примерно через год. Герберт Сэмюэлл прибыл в Палестину, где евреи встретили его с большой теплотой, арабы же не скрывали своих подозрений. Страна выглядела мирной, и казалось, что восстановление и строительство не заставят себя долго ждать. Но в мае 1921 года произошла новая волна насилия, которая началась в Яффо и распространилась на Мошавы. Власти с трудом подавили беспорядки, которые продолжались несколько дней, и привели к гибели десятков евреев. Британский ответ на этот раз положил начало тому, что стало повторяющейся закономерностью. Верховный комиссар выступил перед арабами с примирительной речью, в которой объявил о временном прекращении иммиграции в Палестину. Чтобы еще больше их успокоить, он назначил Мухаммада Амина Аль-Хусейни, муфтием Иерусалима. Аль-Хусейни, потомок известной иерусалимской семьи и радикальный националист, был осужден за участие в пасхальных беспорядках 1920 года. Тем временем готовился проект документа Лиги Наций о британском мандате для Палестины. Мандатная система была следствием международных антиимпериалистических настроений после Первой мировой войны и большевистской революции. Вместо того, чтобы аннексировать страны, Франция и Великобритания взяли на себя ответственность за управление некоторыми странами в течение ограниченного периода времени при подготовке их к независимости. Франция получила мандат на Сирию, а Великобритания на Ирак и Палестину, включая Транс-Иорданию. Проект документа о британском мандате в Палестине был просионистским. Он включал Декларацию Бальфура и признавал историческую связь между еврейским народом и Палестиной. В статье 2 говорилось о помещении страны в такие политические, административные и экономические условия, которые обеспечат создание еврейского национального очага. В статье 4 говорилось о соответствующем еврейском агентстве, которое примет участие в развитии страны, консультируясь с правительством его британского величества. В статье 6 говорилось о компактном поселении евреев на земле, включая государственные земли. И арабы не упоминались в документе, который был направлен в основном на развитие еврейского национального очага. Теперь, пытаясь умиротворить арабов после беспорядков, в июне 1922 года, Министерство по делам колоний под руководством Уинстона Черчилля опубликовало белую книгу, в которой провозгласило новую британскую политику под видом интерпретации документа о мандате. Оно заверило арабов, что он, мандат, не содержит и не подразумевает ничего, что могло бы вызвать тревогу арабского населения Палестины. Сионистская организация имела статус только в вопросах, касающихся жизни евреев. Но в Белой книге действительно говорилось, что евреи находятся в Палестине по праву, а не по терпению. Впрочем, намерение состояло не в том, чтобы Палестина стала национальным очагом, а в том, что национальный очаг будет основан в Палестине. В Белой книге также говорилось, что иммиграция не может быть настолько большой, чтобы превышать любые экономические возможности страны в означенный период времени для приема вновь прибывших. Важно обеспечить, чтобы иммигранты не были обузой для народа Палестины в целом. Далее в документе поднималась идея законодательного совета, который выражал бы желания жителей, и хотя этот орган не избирался демократическим путем, простое упоминание об этом было выражением права арабского большинства на политическое представительство. От политики в пользу еврейского национального очага маятник теперь качнулся в сторону предоставления прав и представительства арабскому населению. Люди, стоящие за Белой книгой, Сэмюэл и Черчилль, были верными сторонниками сионизма. Новая политика была разработана, чтобы развеять опасения арабов и обеспечить сотрудничество или, по крайней мере, спокойствие, которое было необходимо для иммиграции, экономического развития и расширения сионистских поселений. Но не все сионисты приняли такой подход, так что с тех пор возникли две противоположные точки зрения на британскую политику. Первые считали Белую книгу 1922 года ужасной капитуляцией перед арабской агрессией, которая вознаграждала агрессора и демонстрацией слабости, спровоцировавшей дальнейшую агрессию. Эта группа полагала, что если бы Сэмюэл предпринял политику «железного кулака» и дал понять, что Великобритания полна решимости проводить национальную внутреннюю политику, арабы склонились бы перед неизбежным. Другая группа утверждала, что невозможно подавить пробуждающееся национальное движение силой, и что нельзя ожидать, что Великобритания, измученная войной, предпримет политику, требующую значительных расходов на безопасность, а также жестокое подавление народного сопротивления, британское общественное мнение, которое противостояло империалистическим обязательствам, отвернулось бы от сионизма и еврейского национального очага. Чтобы выиграть время, необходимое для накопления критической массы евреев в Палестине до того, как Великобритания решит, что мандат истек, евреям нужно было успокоить бушующие волны. В 1921 году стало ясно, что благоприятная международная ситуация, которая привела к великим достижениям Декларации Бальфура и документов о мандате, ушла в прошлое, и теперь все изменилось в пользу арабов. Арабский исполнительный комитет направил в Лондон делегацию, получившую поддержку со стороны британской прессы и политиков, и общественное мнение начало демонстрировать понимание позиций арабов, которые изображались как жертвы Декларации Бальфура. Таким образом, примирительная и справедливая политика Сэмюэла по отношению к арабам, которую большинство жителей Ишува воспринимали как ничто иное, как предательство, была фактически единственно возможной в данной ситуации. За пять лет своего пребывания на посту верховного комиссара Сэмюэл стабилизировал ситуацию, ввел в действие механизмы мандатной администрации и добился экономического роста и относительного мира. Тот факт, что евреям нужно было спокойствие, чтобы строить страну, в то время как арабы извлекали выгоду из беспорядков, динамичный Вейцман понял это раньше, чем любой другой сианистский государственный деятель, с тех пор стоял на повестке дня сианистской политики. Оппозиция сианистского исполкома, организации, отвечающей за проведение сианистской политики в целом, продолжала поддерживать требования, чтобы Великобритания применила политику «железного кулака», требования, которые британцы не были склонны принимать. Десятилетие после беспорядков 1921 года было временем относительного мира. За эти годы в палестинском арабском национальном движении произошли расколы и разногласия, и оно потеряло возможность получить влияние, когда отвергло предложение Сэмюэла о создании законодательного совета. Ни один из предложенных им проектов не удовлетворил их, поскольку участие в таком органе, учрежденном в соответствии с мандатом, означало бы признание как прав евреев в Палестине, так и легитимности еврейского национального очага. Полный отказ арабов сотрудничать с подмандатным правительством в отношении государственной политики был понятен. Они действительно сотрудничали в таких областях, как здравоохранение, администрирование и образование, но, отклонив законодательный совет, они отказались от важной общественной платформы, передав тем самым преимущество евреям. Что касается сионистов, их риторика, особенно их внутренняя риторика, оставалась воинственной, действуя как предохранительный клапан для выпуска пара, но в повседневной жизни и на политическом уровне. Евреи содействовали умиротворяющей политике Сэмюэла и его преемника, генерала Герберта Пламера. 1929-1939 годы Второе десятилетие британского правления стартовало с двухлетнего шторма. Все началось со спора по поводу притязаний евреев на западную стену, стену плача. Исследователи полагают, что муфтий пытался повысить свой статус в мусульманском мире, разжигая слухи, что евреи намереваются захватить храмовую гору. Согласно мусульманской традиции, стена плача — это место, откуда пророк Мухаммед вознесся на небо на своем легендарном коне. Еще в девятнадцатом веке евреи предпринимали попытки купить землю вокруг стены, что арабы интерпретировали как желание захватить святое место. Святые места для нескольких религий всегда представляют собой пороховые бочки, и одна спичка может привести к взрыву. В данном случае спичек было сразу две. Первой было провокационное поведение по отношению к британским полицейским, которые убрали перегородку, разделявшую мужчин и женщин во время молитв на Йом-Кипур в сентябре 1928 года. Это действие снова вызвало у арабов опасения, что евреи намеревались взять это место под свой контроль. Опасения, которые усилились из-за подстрекательской риторики проповедников и прессы. Арабы кидали мусор в переулке у стены плача и направляли через него ослов, беспокоя этим евреев. Мусульманские намазы звучали очень громко. Второй спичкой служила еврейская реакция. Горячие головы из еврейской молодежи проводили националистические демонстрации у стены, провозглашая права евреев на нее. 23 августа 1929 года арабская агрессия вспыхнула в Иерусалиме, Хевроне, Сфате и по всей стране. Беспорядки продолжались неделю. Особой жестокостью отличалось насилие против двух беспомощных несионистских ультраортодоксальных общин в Хевроне и Сфате. За время пребывания Пламера на посту Верховного комиссара сил безопасности в Палестине были сокращены до 300 британских полицейских, которые оказались не в состоянии взять под контроль массовые беспорядки. Подкрепление из Египта и Мальты прибыло только после того, как волнения распространились по всей стране. Всего было убито 133 еврея, разрушены поселения, разграблено имущество. Евреи, чьи предупреждения о готовящихся беспорядках были проигнорированы властями, обвинили британское правительство в потере контроля и безразличии к безопасности жителей. В ответ администрация заявила, что хотя бунтовали арабы, ответственность исходит из политики в отношении создания еврейского национального очага, которое, как опасались арабы, приведет к их к потере собственной страны. Сэр Джон Ченселор, сменивший пламера на посту верховного комиссара, не питал симпатии к сионистскому делу. Типичный колониальный чиновник, он считал своей задачей заботу о местном населении. Ему казалось несправедливым и неуместным исключительное обстоятельство, заключающееся в том, что мандат был разработан с целью изменить статус-кво в Палестине в пользу нового элемента евреев. Он был полон решимости аннулировать преференциальный статус, предоставленный евреям как народу с помощью мандата, и сосредоточить политику Великобритании на защите интересов арабов и местных евреев. Ченселор не учитывал интересы еврейского народа в целом, предмет политики мандата. Но, поскольку документ имел международную силу, подтвержденную Лигой наций, его условия не могли быть изменены. Поэтому он сосредоточился на деталях реализации, особенно на вопросах поселения и иммиграции. Поскольку дальнейшая покупка земли евреями привела бы к лишению арабов их владений, он решил, что продажу земли следует предотвратить, а иммиграцию евреев ограничить, строго соблюдая условия, касающиеся экономических возможностей. Комиссия Шоу, назначенная британским правительством для изучения причин беспорядков, приняла линию верховного комиссара, снимавшую вину с администрации. Она потребовала расследования иммиграционных и земельных вопросов и создания как можно скорее законодательного совета. Чтобы исправить дисбаланс между арабами и евреями в документе о мандате, британское правительство заявило, что декларация Бальфура и документ о мандате содержат двойное обязательство перед еврейским народом и арабскими жителями Палестины. Сэр Джон Хоуп Симпсон был отправлен в Палестину для изучения земельных споров, вопросов эмиграции и политики развития, и его выводы соответствовали новой линии. Он посоветовал ограничить покупку земли евреями и обеспечить соблюдение принципа экономических возможностей, однако не на основе возможностей еврейской экономики, созданной с помощью еврейского капитала, а на основе возможностей всей страны. Это означало, что безработица среди арабов могла стать основанием для прекращения иммиграции евреев. В октябре 1930 года министр по делам колонии Лорд Пасфилд опубликовал «White Paper» — белую книгу, основанную на принципе так называемого двойного обязательства, который отрицал различия между еврейским народом и нееврейскими общинами в Палестине. Он принял определение экономических возможностей Хоуп Симпсона и его рекомендации по ограничению покупки земли евреями. Арабы утверждали, что одной из причин беспорядков было создание еврейского агентства, созданное для того, чтобы позволить евреям-не-сионистам участвовать в строительстве страны, агентство усилило опасения арабов лишиться своей земли. Таким образом, Пасфилд подчеркнул, что у агентства нет политического статуса. В соответствии с документом о мандате его роль ограничивалась участием в развитии страны. В то же время он объявил о формировании представительного законодательного совета, который, конечно же, будет выражать мнение арабского большинства. Белая книга Пасфилда вызвала бурю в международной политике. Вейтсман в знак протеста ушел с поста президента сионистской организации. Ведущие британские государственные деятели и юристы заявили, что Белая книга противоречит документу о мандате и потребовали его отмены. Демонстрации против нее прошли во всем еврейском мире, опасаясь резкой критики со стороны постоянной комиссии по мандатам Лиги наций, которая наблюдала за выполнением мандата. Британское правительство начало переговоры с сионистским руководством и впоследствии опубликовало письмо премьер-министра Рэмси Макдональда. В письме Макдональда, которому был придан тот же статус, что и Белой книге, говорилось, что обязательство по мандату не ограничивается только еврейским населением Палестины, а включает весь еврейский народ, и обязательство поощрять иммиграцию еврейского населения в Палестину все еще существует, при условии, что этого можно добиться без ущерба правам и положению нееврейских жителей. Евреям казалось, что это письмо вернуло прежнее обещание, данное ранее им британцами, и дало возможность дальнейшей иммиграции поселения — важнейшее достижение в этом десятилетии, однако для арабов письмо Макдональда, обнародованное после Белой книги, было, так сказать, черным письмом. Таким образом, второе десятилетие началось с демонстрации того, насколько хрупкими были обязательства Великобритании по отношению к еврейскому народу, что сделало фактор времени, решающим реализации сионистского проекта. В целом, двадцатые годы были годами международной стабильности, когда положение Великобритании как ведущей империалистической державы по-прежнему оставалось незыблемым. Но в 1929 году произошел крах Нью-Йоркской фондовой биржи, вызвав глубокий глобальный экономический кризис, который привел к политическим потрясениям по всей Европе. В восточной и центральной Европе к власти пришли профашистские режимы, в то время как Германия стала свидетелем стремительного взлета нацистской партии, а в 1933 году Адольф Гитлер был назначен на пост канцлера. Если в 1920-х годах сионистская затея, казалось, заключалась в постепенном развитии общества и культуры в духе Ахат-Хаама, то в 1930-х годах его миссией стало спасение преследуемых евреев Польши, Румынии и Германии. После экономического кризиса все страны стали применять более строгие иммиграционные законы, и Палестина стала основным убежищем для еврейских мигрантов. Эволюционное развитие больше не отвечало потребностям еврейского народа. В 1931 году Джон Чанселор, недалекий, к тому же испорченный антисемитизмом, был заменен на посту Верховного комиссара сэром Артуром Вошопом, человеком без предубеждений, сочувствующим евреям и весьма справедливым по отношению к арабам. Начиная с 1932 года иммиграция в Палестину росла, и через несколько лет и шув, который в 1929 году насчитывал около 170 тысяч человек, увеличился до 400 тысяч человек. Массовая иммиграция изменила облик страны. В этот период евреи прошли точку невозврата. В Палестине сформировалась критическая еврейская масса, достаточно сильная, чтобы помешать арабам создать исключительно арабское государство, по крайней мере, так полагали сионисты. Арабы полностью осознавали эту перемену, происходившую у них на глазах. Страна, имевшая арабский характер, внезапно обрела новый европейский облик. Как и евреи, арабы переживали экономический рост, но это было скудной компенсацией за ощущение, что они постепенно теряют контроль над страной, которая всего несколько лет назад по сути принадлежала им. Впервые на арабской улице появились радикальные политические силы. Они выходили за пределы традиционных клановых устоев, в рамках которых власть была поделена между сторонниками клана Аль-Хусейни, фанатично выступавших против еврейского национального очага, при этом поднимая знамя ислама, и относительно умеренными нашашиби, которые были готовы сотрудничать в определенной степени с мандатными властями. Партия Истиклаль, возникшая в начале 1930-х годов, была политической силой, построенной не на старых привилегированных семьях, а на современной платформе, которая требовала независимости Палестины, поскольку привлекала в свои ряды образованную городскую арабскую молодежь. Арабы пришли к выводу, что в основе их проблемы лежали не евреи, с которыми, как они думали, они могли бы справиться сами, а британцы. В 1933 году жестокие арабские демонстрации с требованием самоуправления были направлены против властей, а не против евреев. Вошоб без колебаний подавил их силой, но в то же время выступил с инициативой создания законодательного совета в Палестине. За этой идеей законодательного совета скрывалось признание права арабского большинства на широкое представительство в мандатной администрации. Когда идея совета была впервые выдвинута Гербертом Сэмуэлом в «Белой книге» 1922 года, евреи были слишком слабы, чтобы противостоять ей. Но теперь они были вынуждены заняться вопросом, какую правительственную структуру они предложат для Палестины. До этого большинство сионистов в Палестине считали, что британский мандат создал условия для формирования еврейского большинства за счет иммиграции и поселений, и что, когда это большинство будет достигнуто, еврейское государство будет создано. Этот образ мышления игнорировал растущий арабский национализм и появление араба в качестве еще одного претендента на власть в стране. Общепринятая точка зрения теперь оспаривалась на обоих концах сионистского политического спектра. С одной стороны, ревизионистское движение во главе с Владимиром Жаботинским, а с другой — Бритшалом — союз мира. Жаботинский был убежден, что столкновение между еврейским и арабским национализмом неизбежно, и что сионизм не может быть реализован без активной британской политики, устанавливающей так называемый колонизаторский режим в Палестине, который предоставит евреям государственные земли, обеспечит массовую иммиграцию и крупномасштабное расселение, остановив любое арабское сопротивление силой. Бритшалом со своей стороны ратовал за достижение соглашения с арабским национальным движением любой ценой. Его девизом был би-национализм, который нейтрализовал проблему большинства против меньшинства, согласившись с тем, что в Палестине есть два народа, имеющие право на равную долю в стране, каждый из которых будет вести автономную культурную жизнь. Идея известна евреям как так называемый культурный сионизм. Согласно этому плану, британцы должны оставаться в Палестине в течение длительного периода в качестве посредника между двумя народами, Бритшалом с 1920-х годов принял лозунг «Не большинство, а многие», но не удовлетворил этим арабов и теперь готов был рассмотреть вопрос об ограничении еврейской иммиграции как способа хоть как-то достичь соглашения с арабами. Эта позиция основывалась как на моральных принципах, так и на убеждении, что время не на стороне сионистов, что делало немедленное соглашение с арабами предпочтительнее любых промедлений. Идея Жаботинского по так называемом «клонизаторском режиме» была плохим вариантом, поскольку британцы уже продемонстрировали, что они не готовы делать за евреев всю черную работу, а идеи Бритшалом были неприемлемы как для евреев, так и для арабов. Однако после беспорядков преобладающая эволюционная концепция была поставлена под сомнение. В гонке между зарождающимся арабским национализмом и реализацией сионистского плана было ясно, что сионизм проигрывает. Арабский национализм развивался гораздо быстрее, чем еврейская эмиграция в Палестину. Эти факторы заставили евреев задуматься над возможными для них вариантами управления, не дожидаясь, пока эти варианты появятся сами собой. В начале 1930-х годов велись многочисленные дискуссии, какие правительственные рамки ввести в Палестине. Сионисты начали эти дискуссии друг с другом в ответ на то, что правительство мандата включило законодательный совет в повестку дня. Были попытки диалога с арабами, но они оказались безуспешными, поскольку арабы отказывались признавать какие-либо права евреев на страну. Они были готовы позволить евреям, прибывшим в Палестину до декларации Бальфура, остаться, но не признавать их как сообщество, исторически связанное со страной. С другой стороны, сионисты впервые были готовы признать национальные права арабов. Несмотря на то, что евреи все еще составляли меньшинство, это решение было нелегким. С самого начала современного возвращения в Сион новые эмигранты чувствовали себя хозяевами Эрец-Исраэль. Осознание того, что развитие Ишува идет слишком медленно, психологически позволило им отказаться от исключительного права собственности на Палестину, но они не могли согласиться с тем, что арабы обладали такими же исключительными правами и уж тем более правом препятствовать евреям, селиться и развивать страну. Эволюционная стратегия основывалась на том, чтобы отложить любое решение о судьбе Палестины до тех пор, пока национальный очаг не будет укреплен и в то же время надеяться, что британцы будут продолжать добросовестно выполнять свои обязательства в соответствии с мандатом. Летом 1932 года Хаим Орлазоров, глава политического отдела еврейского агентства, проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что такой фаталистический подход для сионистского движения неуместен. Возможно, это было бы подходящим вариантом, если бы время, отведенное сионистскому движению, не было ограничено. Но Орлазоров подсчитал, что мандатная система закончится через несколько лет. Он предвидел, что в ближайшем будущем разразится мировая война, сопровождаемая либо арабско-британским союзом, либо арабским восстанием, и вся система мандатов будет аннулирована. Другими доступными вариантами было разделение суверенитета над Палестиной между евреями и арабами, то есть разные версии двухнациональной идеи, либо раздел территории. Орлазоров не одобрял ни одну из этих альтернатив, даже раздел или кантонизацию, которые начали рассматриваться как в сионистских, так и в британских кругах. Хотя он отметил, что раздел реализует два основных элемента сионизма, территорию и самоуправления, все же не поддерживал его, потому что страна была слишком маленькой и потому что евреи не составили бы большинство даже на отведенных для них территориях. Орлазоров написал Вейтсману, выражая свое разочарование по поводу ограниченных возможностей, доступных сионистскому движению при британской администрации. Но к тому времени вопрос о законодательном совете был уже менее актуален, поскольку давление со стороны британцев в отношении совета ослабло. Год спустя, в 1933 году, началась массовая иммиграция, и темпы роста национального очага резко увеличились. Под давлением еврейских невзгод реалии Палестины изменились, и на несколько роковых лет различные идеи по разрешению вопроса о том, что два народа претендуют на владение одной и той же маленькой страной, были сняты с повестки дня. Для Ближнего Востока в целом, и Палестины в частности, 1935 год был очень насыщенным, в этом году 62 тысячи евреев эмигрировали в страну, что стало наибольшим числом за год в период действия мандата. Италия вторглась и завоевала Абиссинию, неся элемент напряженности на Ближний Восток, что вызвало финансовую панику и конец экономического процветания в Палестине. В том же году мусульманская террористическая группа напала на евреев на севере Палестины. В битве с британцами ее лидер Изаддин Аль-Кассам был убит со символом палестинского сопротивления. Наконец, в том же году Артур Вошоп сформулировал свое предложение о законодательном совете. Оно обсуждалось в британском парламенте и было отклонено. В очередной раз арабы Палестины были разочарованы тем, что им не дали никакого права на самоуправление. В течение 30-х годов прошлого века в других странах региона происходили процессы деколонизации. В Ираке мандат был заменен самоуправлением, а в Египте условия британского протектората были изменены в пользу Египта. Французский мандат в Сирии после продолжительной забастовки также был изменен на более либеральную систему правления. Из всех мандатных территорий группы А только в Палестине оставался режим, при котором большинство населения не было представлено в органах власти. В апреле 1936 года вспыхнуло арабское восстание. Как и предшествующее, оно началось с волны еврейских погромов, но через несколько дней Верховный Арабский Комитет взял на себя командование и выдвинул политические требования. Прекращение иммиграции и продажи земли, а также представительное управление, которое передало бы власть в руки арабского большинства. Комитет поддержал эти требования всеобщей забастовкой по всей стране, которая продемонстрировала, что палестинское национальное движение созрело и способно мобилизовать массы. Забастовка длилась около шести месяцев и нанесла серьезный ущерб арабской экономике. Арабские рабочие не выходили на работу, продажа продуктов на еврейский рынок прекратилась, а экспорт арабских цитрусовых упал. Однако если арабы думали, что экономический бойкот вынудит Ишуф подчиниться, стало ясно, что они ошибались, поскольку Ишуф показал, что при необходимости он может стать самодостаточным. Для экспорта цитрусовых и приема иммигрантов, которые продолжали пребывать, порт Яфа был заменен пристанью в Тель-Авиве. Арабские банды сеяли ужас по всей стране, но верховный комиссар избегал применения военной силы для их подавления. Тем временем были предприняты попытки убедить арабов прекратить забастовку, чтобы Королевская комиссия смогла прибыть в Палестину и изучить причины беспорядков. Вместо этого арабы потребовали прекращения иммиграции и предоставления гарантий независимости, но британцы этим требованием отказали. В октябре 1936 года арабские государства предоставили Верховному арабскому комитету выход из затруднительного положения, в которое он загнал себя забастовкой и сопутствующим терроризмом. Они призвали палестинцев прекратить забастовку, выразив при этом свою веру в доброе намерение Великобритании и заверили палестинских арабов своей неизменной поддержке. Это вмешательство превратило локальную проблему в региональную. Королевская комиссия, более известная как Комиссия Пиля по имени ее председателя, была высокопоставленным органом с широкими полномочиями для изучения всего вопроса о Палестине и предложения долгосрочного решения. Комиссия прибыла в Палестину в ноябре 1936 года и заслушала показания правительственных чиновников, а также еврейских и арабских представителей. Ее отчет был самым подробным, всеобъемлющим и продуманным документом, когда-либо написанным о Палестине за время британского мандата, и вывод был радикальным. Мандат не дееспособен, поскольку обязательства, данные евреям и арабам, противоречивы. Надежда, которой руководствовалась администрация мандата, выраженная Вошапом в своей политике, заключалась в том, что со временем будет создано общее гражданское население из евреев и арабов, которые будут жить вместе в одной стране. Вошап рассчитывал, что евреи будут составлять 40% населения, но из-за их экономических и культурных преимуществ это установило бы баланс между ними и арабами. Комиссия Пиля обнаружила, что эта идея не имеет под собой реальных оснований, поскольку две национальные группы в стране не только не имели ничего общего, но и были вовлечены в ожесточенный конфликт по поводу права владения Палестиной. Комиссия пришла к выводу, что способ удовлетворить желание сторон, по крайней мере частично, это разделить страну и создать два независимых государства, еврейское и арабское. Был предложен план раздела, согласно которому евреи получали прибрежную равнину от Кастины до Рош-Ханикра в Галилее, а также Израильскую и Орданскую долины, Иерусалим, Вифлеем и их окрестности, а также коридор в Яфу останутся под юрисдикцией мандата, в то время как арабское государство будет владеть оставшейся территорией. Комиссия также предложила обмен населением между двумя государствами по образцу тех, которые осуществлялись между Турцией и Грецией в 1920-х годах. Наконец, комиссия предположила, что арабское государство может стать частью федерации стран с Иорданией. Предложение о разделе привело к ожесточенным спорам среди евреев. Сторонники видели в нем зерно будущего независимого еврейского государства, в то время как для противников оно означало отказ от представления об исторической земле Израиля с двух заглавных букв, тем более, что Транс-Иордания уже была передана королю Абдалле. Миф о древней земле Израиля с двух заглавных букв, включающий Хеврон, Иерусалим и Бейт-Эль, теперь противостоял разделенному государству. Другая группа оппонентов основывала свои возражения не на мифах или истории, а на рациональном доводе, что разделенное еврейское государство не может выжить, а также принять еврейские массы и стать для них убежищем. Но в то же время это предложение давало первые проблески возможного еврейского суверенитета. На двадцатом сионистском конгрессе в Базеле в 1937 году случился момент истины, напомнивший дебаты 1904 года по Уганде, когда политический реализм столкнулся с традициями поколений и силой мифа. В конце концов, после разногласий, которые угрожали расколоть сионистское движение, подавляющее большинство объединилось вокруг резолюции, позволяющей сполкому ВСО вступить в переговоры на основе плана раздела, однако он должен был передать любое сформулированное предложение на ратификацию. Арабы, напротив, быстро объединились на основе полной оппозиции плану раздела и требования независимости Палестины, и их поддержали арабские государства. Осенью 1937 года возобновился арабский терроризм в Палестине. Власти ввели военное положение, и армия приняла жесткие меры против повстанцев, но с трудом подавила восстание, которое продолжалось до лета 1939 года. Перед лицом арабской оппозиции британское правительство постепенно начало дистанцироваться от своего собственного плана раздела. Британская политика теперь руководствовалась необходимостью обеспечить мир и спокойствие на Ближнем Востоке. Умиротворение арабов было частью подготовки Британии к приближающемуся конфликту в Европе. С осени 1937 года в коридорах власти Великобритании дули враждебные сионистам ветры. Британский антисионистский демарш в форме отказа от обязательств, содержащихся в документе о мандате и в декларации Бальфура, был, несомненно, неизбежен. В период напряженности вокруг Мюнхенского пакта, который на год отсрочил угрозу мировой войны, сионисты полагали, что вот-вот станут следующими жертвами британской политики умиротворения. В конце 1938-го, начале 1939-го годов, британцы все еще якобы прилагали усилия для достижения решения, приемлемого как для евреев, так и для арабов. Однако шансов на успех не было, как наглядно продемонстрировал круглый стол в Сент-Джейнском дворце. Когда арабы отказались сесть за один стол с евреями, британцы уступили и устроили отдельные столы. Британцы пригласили делегатов из арабских государств принять участие в конференции, намекнув, что они готовы пойти на уступки арабам. Повестка дня включала три требования арабов — независимость, прекращение иммиграции и прекращение продажи земли евреям. После некоторого обсуждения британское правительство решило согласиться с позицией арабов по большинству пунктов в повестке дня и выпустило документ, известный как «Белая книга» 1939 года, в котором говорилось, что иммиграция будет ограничена до 75 тысяч человек в течение пяти лет и что любая дальнейшая иммиграция будет зависеть от согласия арабов. Палестина станет независимым государством, то есть государством с арабским большинством после десятилетнего переходного периода продажа земли в большинстве регионов страны была ограничена. Из этих трех ограничений наиболее строго соблюдалось лишь одно — ограничение на иммиграцию. В самый трагический момент еврейской истории врата Палестины были закрыты для иммигрантов. Предложение еврейского агентства по доставке еврейских детей из Германии в Палестину или Великобританию были цинично отвергнуты мандатными властями. Беженцам, прибывшим в Палестину после начала войны, не разрешили остаться, они были отправлены на Маврикии в Индийском океане. Если и было что-то, что заставляло евреев Палестины ненавидеть Британию и чувствовать себя столь враждебно по отношению к мандатному правительству, так это подобное отношение к еврейским беженцам во время Второй мировой войны. Евреи Палестины возложили ответственность за закрытие страны для беженцев из зоны боевых действий на правительство. Когда пришло известие о Холокосте, евреи стали считать британцев пассивными соучастниками убийств. 1939-1948 годы Начало войны в сентябре 1939 года изменило приоритеты Ишула. Борьба против Белой книги, которая стояла в повестке дня в прошлом году, сменилась страхом войны. Вен-Гурион выдвинул лозунг «Мы будем вести войну против Гитлера, как если бы не было Белой книги, и мы будем бороться с Белой книгой, как если бы войны не было». Он выражал сионистскую дилемму. С одной стороны, величайшим врагом еврейского народа был Гитлер, и с ним нужно было бороться, чтобы спасти всю сокровищницу человеческих ценностей от варварства и насилия. С другой стороны, Британия, которая вела борьбу против Гитлера, теперь стала врагом. Как мог Ишуф сражаться на стороне Великобритании против общего врага, не отказываясь от борьбы с Белой книгой? В конце концов, борьба против Белой книги была отложена до лучших времен, и Ишуф подключился к военным действиям, предоставив распоряжение Великобритании свои производственные мощности, человеческие ресурсы и военный потенциал. Двадцать семь тысяч молодых евреев записались в британскую армию, а рабы, в свою очередь, склонились в другую сторону. В 1941 году восстание под предводительством Рашида Али Аль-Гайлани в Ираке поставило под угрозу британское владычество в регионе. Муфтий Иерусалима бежал в Берлин и активно участвовал в разработке нацистской пропаганды на Ближнем Востоке, демонстрируя как идеологическое, так и политическое единение с нацизмом. Пока положение Великобритании на Ближнем Востоке было катастрофическим, еврейско-британское сотрудничество процветало. Например, Пальмах создавался как вооруженное формирование, предназначенное для помощи британцам в сборе разведданных и диверсионных операциях. С лета 1941 года по 1942 год, когда казалось, что африканский корпус Роммеля вот-вот прорвет британские позиции в Египте, в британском офицерском корпусе в Палестине царила паника и шли разговоры о выводе войск в Ирак, в результате чего Ишуф оказался бы перед опасностью уничтожения. Его солидарность с победой британцев при Эль-Аль-Ламейне в октябре 1941 года была безоговорочной, поскольку у сионистов не было других союзников. Однако, ничто не мешало британцам усердно поддерживать запрет на иммиграцию, не прекращались ожесточенные поиски оружия «Хаганах». Сионистское руководство во главе с Вейсманом еще не отказалось от союза с Великобританией. Вейсман предположил, что антисионистская политика Белой книги 1939 года проистекает из потребности Великобритании заручиться поддержкой арабов и поддерживать мир на Ближнем Востоке. Он считал, что когда война закончится, переоценка британской политики будет уместна. Премьер-министр Уинстон Чарчилль считался другом сионистов. Ближе к концу войны он создал правительственный комитет, чтобы переформулировать политику по палестинскому вопросу, и список его членов стал для сионистов хорошим предзнаменованием. Между тем, в то время как Вейсман надеялся, что ледяное море британской политики после войны растает, Бен-Гурион, председатель исполнительного комитета еврейского агентства, переключил свое внимание на другую великую державу — Америку. Поддержка американского еврейства, президентства Франклина Рузвельта, который казался дружественно настроенным по отношению к евреям, и мощь Америки по сравнению с уменьшающейся из-за войны мощью Британии — эти три фактора изменили политическую ориентацию Бен-Гуриона. Другой причиной было его глубоко окоренившееся подозрение в отношении британцев, которая контрастировала с Верой Вейтсмана в них. На Билтмортской конференции в мае 1942 года в Нью-Йорке сионисты заявили, что цель их борьбы заключается в создании еврейского сообщества в Палестине — сообщества, так сказать, как синоним независимого государства, чтобы не будоражить своих еврейских противников из-за того, что еще предстояло сделать, сионисты избегали упоминания о разделе, а также о проблеме палестинских арабов. Билтмортская программа символизировала решимость сионистов создать еврейское государство в Палестине, даже если это означало кровавый конфликт с арабами. В то время, когда судьбы народов и стран решались силой оружия, евреи постепенно привыкали к мысли, что их борьба за независимость также повлечет за собой кровопролитие. Окончание войны не привело к изменению британской политики, на которую надеялось сионистское руководство. Комитет кабинета министров, созданный Черчиллем, рекомендовал раздел, а его реализация была отложена до окончания войны. Но в 1945 году лейбористская партия во главе с Клементом Этли и Эрнестом Бевином одержала убедительную победу на всеобщих выборах Великобритании, а консервативная партия Черчилля проиграла. Хотя манифест лейбористской партии 1944 года содержал просионистское заявление, в которое входила идея трансфера, обмена населением, впервые выдвинутая комиссией Пиля, теперь, когда лейбористы пришли к власти, у них возникли новые проблемы. Эрнест Бевин был назначен министром иностранных дел сильного лейбористского правительства, принявшего ряд важных решений, таких как предоставление Индии и независимости, но страна была разорена мировой войной, и правительству пришлось осуществлять переход к мирной экономике и заботиться о возвращающихся солдатах в период нормирования продуктов питания и топлива. На горизонте уже маячила холодная война, ставя перед правительством дополнительные проблемы. В этой ситуации миролюбие арабских государств было важнее, чем когда-либо прежде. Действительно, огромные запасы нефти в пустынях Ближнего Востока сделали их выгодными союзниками, а поскольку палестинский вопрос был центральным в отношениях с арабским миром, лейбористское правительство не собиралось менять курс политики Белой Книги. С другой стороны, евреи испытали величайшую травму в своей истории Холокост. Весь мир, в том числе даже еврейский народ, еще не полностью переварили случившееся. Евреи узнавали о злодеяниях только постепенно, и когда о них стало известно, с ними было трудно справиться. Вместе с горем и травмой пришел гнев. Просвещенный мир и пальцем не пошевелил, чтобы спасти евреев от истребления, хотя все факты еще не были известны. Евреи интуитивно чувствовали, как выразился поэт Натан Альтерман, и казнили детей у могил. В этот час спали люди спокойно на свете. Радикализация многих американских евреев, обычно умеренных и осторожных в выражении крайних позиций, проявилась в решительной борьбе за то, чтобы открыть ворота Палестины для еврейских беженцев. Окончание войны не положило конец лишениям восточноевропейских евреев. Антисемитизм, насаждаемый нацистами и их восточноевропейскими коллаборационистами, не исчез. Евреев, пытавшихся вернуться в свои города и дома, встретили враждебно и жестоко. Летом 1946 года в польском Кельце произошел погром, в ходе которого были зверски убиты около сорока евреев, вернувшихся в свой родной город после освобождения от немцев. Происходила обширная так называемая миграция народов, когда миллионы подневольных рабочих, военнопленных и беженцев начали возвращаться домой. Беженцы, которые не смогли вернуться в свои страны, остались на немецкой земле. В основном это были нацистские коллаборационисты, охранники концлагерей и так далее, которым некуда было возвращаться. Десятки тысяч евреев, переживших печально известные марши смерти, которые проходили в конце войны или уцелевших в концентрационных лагерях, также остались на немецкой земле. Все беженцы содержались в одних и тех же лагерях в одинаковых условиях. Напрасно евреи требовали разделения с людьми, которые еще вчера были их гонителями и даже сейчас продолжали оскорблять их. Британские оккупационные власти утверждали, что отделение евреев от неевреев было продолжением российской политики Гитлера. Только после вмешательства священнослужителей армии США американские евреи подняли протест, и президент Гарри Трумэн направил своего посланника Эрла Гранта Харрисона для изучения ситуации в лагерях контролируемых американской оккупационной армией в Германии. В докладе Харрисона язвительно критиковалось поведение оккупационной армии по отношению к евреям. В нем также описана надежда большинства перемещенных лиц на эмиграцию в Палестину, и президент потребовал, чтобы его британский союзник разрешил сделать это стам тысячам евреев. Бевин оказался в затруднительном положении. Он не был готов изменить политики Белой книги, но все же не мог вынести напряженных отношений с Соединенными Штатами, единственной страной, способной восстановить Европу. Соответственно, он предложил англо-американской комиссии изучить ситуацию и пообещал, что если комиссия примет единогласное решение, он выполнит его. Оперативная рекомендация комиссии состояла в том, чтобы предоставить сто тысяч иммиграционных сертификатов евреям, находящимся в лагерях для перемещенных лиц в Германии. Однако Бевин не желал выполнять свое обещание, и тем временем поток беженцев из Восточной Европы в лагеря беженцев в американской зоне не уменьшался, поскольку экономические и социальные потрясения затрагивали выживших евреев. Хамосат-Ле-Алиябет — крыло Хаганах, которое занималось нелегальной иммиграцией, организовало корабли для нелегальных иммигрантов, пытавшихся тайно добраться до берегов Палестины. По мере того, как все больше и больше кораблей предпринимали попытки, британские усилия остановить их также возрастали. В августе 1946 года британцы стали останавливать эти суда в море и отправлять их пассажиров-беженцев в лагеря для содержания под стражей на Кипре, который находился под британским управлением. Об этих путешествиях, а также о насильственных депортациях нелегальных иммигрантов с берегов Палестины, сообщалось в международной прессе, и проблема еврейских беженцев была включена в мировую повестку дня. Еврейское общественное мнение в Палестине было в смятении, и чувство беспомощного гнева, вызванное Холокостом, теперь было направлено против британцев. Политические стихи Натана Альтермана подчеркивали беззащитность еврейского беженца. — Мама, нам теперь можно плакать? — спросила маленькая девочка, выйдя из укрытия. Сама эта беззащитность воплощается в протесте против закрытия Палестины для беженцев. Ты границу пройди, и с тобой флот и армия вступят в бой. Маленькая девочка пройдет через Европу, узел джойнтовский скорбный гнет, как тростинку тебя согнет. Хлеб с китанией тяжелее свинца. Он от УНРА, родного отца. УНРА или ЮНРА, по-английски UHRRA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Администрация помощи и восстановления объединенных наций. Но она доберется до берега. Всем опасностям наперерез ты пробьешься сквозь черный лес. Твой побег из земли оков мы запомним во веки веков. С утлой лодки ночною порой ты увидишь свой берег родной, и навек просеется мрак. Ты пробьешься, да будет так. Дух скитальческой свой укрепи, распадутся звенья цепи. Наши парни во мраке ночей ждут сигнала с лодки твоей. Ни причала, ни молот тут. На руках тебя перенесут. В этом парне вся твоя жизнь. Ты прижмись к нему крепче. Прижмись. Злобной воле врагов вопреки. Бьют здесь радости родники. Здесь падет произвол вековой. Этот берег пустынный твой. Розовеет расцветная кровь. Рождена ты для жизни вновь. Тверже камня в лишениях став. В трудной жизни и смерть испытав. На тебя будут парни глядеть на дитя, победившая смерть. На земле обновленной мечты засмеешься. Впервые ты. Весь Ишуф, как умеренные, так и радикалы, сплотились вокруг проблемы беженцев, и история нелегальной иммиграции стала одним из основополагающих мифов об Израиле как стране-убежище. В Палестине евреи вели партизанскую войну и организовывали террористические акты против британцев, так и не решивших вопрос о выдаче 100 тысяч иммиграционных сертификатов, который удовлетворил бы президента США и не повредил отношениям с арабским миром. Британское правительство, вероятно, считало, что если бы судьба еврейских беженцев действительно была так близка сердцу Трумэна, он мог бы внести поправки в иммиграционное законодательство США и разрешить им поселиться там. Но Трумэн знал, что такой шаг был бы очень непопулярен в его собственной стране, и британцы избегали беспокоить его прямой просьбой. Исполнительный комитет ВСО также находился в неудобном положении. Если бы Бевин выдал 100 тысяч сертификатов, палестинский вопрос был бы снят с международной повестки дня без обретения евреями своего государства. Но поскольку Бевин твердо стоял на своем, борьба за 100 тысяч иммигрантов превратилась в борьбу за еврейское государство, поскольку было ясно, что только тогда, когда у них оно будет, евреи найдут убежище. Ричард Кроссман, член британского парламента и участник англо-американской комиссии по расследованию, позже заметил, что Бевин был достоин статуи в его честь в Израиле, поскольку именно благодаря его упорству евреи получили свое государство. В конце концов, Бевин отчаялся найти решение палестинской проблемы, и британский кабинет министров решил вернуть свой мандат организации объединенных наций, которая сменила Лигу наций. Об этом было объявлено в феврале 1947 года, и ООН создала специальную комиссию по Палестине «Юнскоп» для пересмотра палестинского вопроса. Комитет посетил Палестину летом 1947 года и стал свидетелем ряда драматических событий, включая прибытие судна для нелегальных эмигрантов «Эксодус». Исход, латинский, пассажиры которого были депортированы обратно в Германию британцами, проявившими полную бесчувственность и террористические нападения еврейских подпольных групп. «Юнскоп» рекомендовала разделить Палестину на еврейское и арабское государства, но арабы категорически отвергли эту рекомендацию и потребовали создания государства большинства в Палестине. Рекомендации «Юнскоп» были представлены Генеральной Ассамблее ООН в Лейк-Сасексе, Нью-Йорк, где для ратификации требовалось большинство в две трети голосов. Арабы надеялись, что Восточный Блок во главе с СССР сорвет резолюцию, но они не учли стремление СССР ослабить позиции Британии на Ближнем Востоке. Совершенно удивительно, и лишь на короткое время Советы изменили свою враждебную политику по отношению к сионизму и поддержали создание государства Израиль, Историческое голосование Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1947 года постановило прекратить действие британского мандата на Палестину и создать два государства, еврейское и арабское. Резолюция ООН была принята в пятницу вечером, все евреи в Палестине были прикованы к своим радиоприемникам, и когда был объявлен результат, улицы были запружены народом. Ципора Боровски, ныне Порот, американская студентка, приехавшая в Палестину двумя месяцами ранее, описала это событие в письме своим родителям. Я шла в полубессознательном состоянии сквозь толпы счастливых лиц, сквозь оглушительное пение «Давид, царь Израиля, жив и существует» Мимо британских танков и джипов, заваленных множеством размахивающих флагами ликующих детей, я протиснулась мимо плачущих, целующихся шумных толп и ликующих криков мазальтов, чтобы попытаться разделить с ними эту незабываемую ночь. Чувствовался духовный подъем всех и каждого, переполняла радость, но в арабской общине царили шок и скорбь. На следующий день на дороге из Иерусалима в Тель-Авив пали первые жертвы. Наследие мандатного периода в Палестине Во времена Османского правления Палестина была частью единого государства, простиравшегося от Северной Африки до Ирана. В Османской империи она была разделена на несколько административных районов и была известна как Южная Сирия без собственного политического обозначения. Термины Палестина и Эрец-Исраэль приобрели геополитическое значение только в период мандата, когда правительство определило северные, южные и восточные границы страны. При определении северной границы учитывались потребности Палестины в развитии. Часть водных источников Иордана оставалась внутри страны. Более поздние дискуссии о Палестине касались границы мандата 1920-х годов, который был присвоен статус международной границы. Хотя Герберт Сэмуэл предпринял далеко идущие планы развития и правительственные инициативы, вскоре стало ясно, что правительство в Лондоне не готово инвестировать в развитие Палестины. Британскому налогоплательщику не следовало нести расходы по содержанию страны. Палестина должна была приносить достаточный доход, чтобы покрыть расходы британского правительства там и даже вернуть часть долга Османской империи. Диктуемая Лондоном политика, согласно которой правительство мандата должно было сбалансировать свой бюджет, была типичной для британской колониальной администрации во всем мире. Первостепенный интерес Великобритании к Палестине был стратегическим, и британцы были готовы вкладывать в Палестину только те инвестиции, которые были связаны с их интересом, как это имело место во время обеих мировых войн. Правительство мандата инвестировало огромные суммы своего операционного бюджета в развитие транспортной инфраструктуры. В дополнение к строительству шоссе и железных дорог в начале 1930-х годов оно приступило к строительству глубоководного порта в Хайфе с намерением провести нефтепровод из Ирака, который обеспечил бы снабжение топливом британского Средиземноморского флота. С этой целью в Хайфе были построены принадлежащие Великобритании нефтеперерабатывающие заводы. Правительство поощряло строительство электростанций на реках Иордан и Яркон. Хотя все эти инвестиции помогли модернизировать Палестину и подтолкнуть развитие сельского хозяйства и промышленности, они также имели жизненно важное значение для деятельности современной армии. Изучение операционного бюджета правительства мандата показывает, что на управление и безопасность приходилось более 50% средств, в то время как на социальное обеспечение, здравоохранение и образование тратилось всего 12%. Эти пропорции были обусловлены не проблемами безопасности в Палестине, а традицией колониального управления. Соответствующие ассигнования были во многом одинаковыми в бюджетах Индии, Кипра и Трансиордании в то время. В отличие от них, бюджет самой Великобритании в тот период выделял львиную долю средств на социальное обеспечение. В этом заключалась разница между колонией и митрополией. Однако, по сравнению с предыдущей администрацией в Палестине, правительству мандата следует отдать должное за некоторые значительные и всеобъемлющие достижения. Развитие медицинских услуг, профилактической медицины и снабжение пресной водой, борьба с малярией, осушение болот и другие улучшения инфраструктуры повысили как ожидаемую продолжительность жизни, так и ее качество для всех жителей. Правительство мандата действовало в соответствии с принципами британского колониального правления. Большинство высших должностных лиц правительства мандата имели предшествующий опыт работы в колониях британской короны, которые они так или иначе применили в Палестине. Колониальная социальная политика была направлена на дальнейший экономический прогресс и внутреннюю модернизацию, но без ущерба для местной культурной структуры и социальных традиций. Например, арабское население Палестины было занято в основном в сельском хозяйстве, и британские инициативы по развитию, улучшению и модернизации арабского сельского хозяйства помогли повысить уровень жизни в деревнях и увеличить численность населения, главным образом в результате снижения детской смертности. В то же время, после впечатляющих первоначальных инвестиций в строительство школ в деревнях, бюджетные ограничения остановили развитие образования в арабском секторе. До конца мандатного периода арабская система образования обеспечивала только четырехлетнее школьное образование большинству мальчиков и лишь небольшому проценту девочек. В 1930-е годы, из-за увеличения численности населения, продажи земли евреям и наличие государственных рабочих мест набрала обороты урбанизация. Но в целом арабская деревня сохранила свою структуру и традиции, хотя правительству мандата было поручено заботиться о жителях, оно не считало себя ответственным за оказание им помощи в развитии. Еврейский Ишув получал выгоду от правительства мандата как прямо, так и косвенно. Он пользовался безопасностью жизни и имущества, которую правительство обеспечивало не только в центре страны, но и в более отдаленных местах, таких как долина реки Иордан, в прошлом страдавших от вторжений бедуинов. Теперь евреи могли спокойно селиться по всей стране. Современная транспортная сеть, созданная британцами, доставляла продукцию с еврейских ферм в города. Улучшение санитарных условий и правительственная инициатива по лесоразведению также принесли пользу Ишуву. Обязательные государственные ассигнования на социальное обеспечение, образование и здравоохранение были небольшими и предназначались в основном для преобладающей арабской общины, но Ишув дополнил ассигнования на социальное обеспечение, создав свои собственные службы, в которые правительство не вмешивалось. Евреи также имели свои собственные образовательные услуги гораздо более высокого качества, чем те, которые финансировались правительством мандата. К концу мандатного периода правления от 90% до 97% детей Ишува имели девятилетнее школьное образование. В начале этого периода у евреев и арабов была общая служба здравоохранения, но с годами по мере роста напряженности в этой области службы были разделены. Евреи имели высококачественные медицинские услуги, особенно в связи с эмиграцией из Германии, и еще один пример самообеспечения появившейся в период действия мандата. Комиссия Пиля определила Палестину как двухсоставную страну с двумя экономиками, двумя культурами и двумя нациями, живущими бок о бок, но раздельно. С этой точки зрения разделение страны на два государства было результатом неизбежного развития этих двух народов, в чем британское правительство играло второстепенную роль. Большинство исследователей сегодня разделяют такую точку зрения, однако существует и другая концепция, которая рассматривает эту двойственность и оглядываясь назад само разделение, как результат преднамеренной политики мандата, изначально предвзятой в пользу евреев. Согласно этой концепции, в Палестине были зачатки экономики и общества, общих для евреев и арабов, которые при поддержке правительства могли бы развиваться в направлении сотрудничества и создания единого общества, а не по отдельности. Отмечается экономическая политика власти и политика в сфере развития, например, различие между экономическим потенциалом еврейской экономики и экономикой всей страны, раздельные услуги в области образования и здравоохранения, раздельные этнические муниципальные образования и так далее. Эта политика позволила евреям взрастить семена своей автономии и фактически способствовала закладке основ отдельного общества и идентичности. Действительно ли существовала какая-либо вероятность того, что могло образоваться общее палестинское арабо-еврейское общество? Каждая волна насилия приводила к дальнейшему отдалению и сегрегации этих национальных общин, каждая на своей собственной территории, города и дома со смешанным проживанием, сотрудничество в бизнесе и даже совместные развлекательные мероприятия, которые в какой-то степени существовали в османский период, становились все более редкими. Попытки, предпринятые в 1920-х годах для создания совместных рабочих организаций, прекратились в 1930-х годах. Хотя во время Второй мировой войны экономическое развитие как евреев, так и арабов ускорилось, арабская община была и в основном оставалась сельской и традиционной, в то время как подавляющее большинство еврейского сообщества было городским и современным. Таким образом, пропасть между ними только росла. Ожидалось, что должностные лица правительства мандата позволят иностранцам обосноваться в Палестине и развивать ее, одновременно работая над изменением существующих обстоятельств в интересах этих иностранцев. Подобная ситуация казалась им странной и несоответствующей колониальным традициям. Все было бы иначе, будь поселенцы британскими подданными, поскольку поселенцы в таких странах, как Австралия, Канада или Южная Африка, были частью их колониального наследия. Но в Палестине британцы должны были помогать амбициозным иностранцам, большинство из которых не говорили по-английски, не отличались скромностью и часто жаловались и выдвигали требования. Основываясь на своих правах в соответствии с мандатом, евреи ожидали от властей преференций, которых не получали. В лучшем случае правительство благосклонно относилось, как говорилось в декларации Бальфура, к созданию национального очага, но предполагало, что евреи сами создадут свой очаг. Различие между ожиданиями евреев и реальностью было источником постоянных противоречий. В первое десятилетие действия мандата иммиграция в Палестину соответствовала экономическим возможностям еврейской экономики, критерию которой евреи принимали де-факто. Но начиная со второго десятилетия иммиграция стала яблоком раздора и предметом разочарования сионистов. Статья шестая мандата, санкционировавшая компактное еврейское расселение, так и не была выполнена. За исключением некоторых незначительных участков земли в пустынных районах, например, отведенных для так называемых предприятий «мертвого моря», евреям не были предоставлены государственные земли для заселения, как было указано в статье шестой. До конца срока действия мандата вся земля, принадлежащая евреям, покупалась за полную цену. Евреи требовали протекционистских тарифов в интересах молодой промышленности страны, но это означало увеличение расходов на импорт для арабов, выступавших против такой меры. Однако поддержание высоких цен на зерно в Палестине было на руку арабским сельским жителям, но отрицательно сказывалось на еврейских горожанах. Евреи жаловались, что власти нанимают их несогласно с их долей населения и, разумеется, несоответственно их вкладу в государственный бюджет. Правительство признавало это, но отказалось платить евреям больше, чем арабам, готовым работать за минимальную заработную плату. Это лишь несколько примеров постоянных столкновений между еврейскими и арабскими интересами, когда правительство пыталось найти золотую середину. Вольно или невольно, политика экономического либерализма и невмешательства во внутреннюю жизнь мандатных властей позволила еврейской общине создать весьма сложную систему автономного самоуправления, сохранить и развить свою уникальную культурную самобытность. Когда комиссия Пиля пришла к выводу, что в Палестине существуют две отдельные национальные идентичности, она прежде всего имела в виду наличие двух отдельных систем образования, каждая из которых учила студентов быть лояльными к своей нации и ее мировоззрению. Экономика, которая развивалась при мандате, подчеркивала несоответствие между еврейской и арабской экономиками. Одна была динамичной, инновационной и тяготела к промышленности, в то время как другая была сельской, консервативной, готовой принять инновации, но не инициировать их. Обе экономики росли впечатляюще, но существовала большая разница в образе и уровне жизни. В то время как власти мандата пытались создать так называемую палестинскую лояльность и чувство гражданственности как среди евреев, так и среди арабов, они признавали фактическое сосуществование двух экономик и двух обществ. Разделение двух экономик и двух обществ. Разделение двух экономик, несмотря на точки соприкосновения, сотрудничества и даже общие интересы, например, среди производителей цитрусовых, отражало стремление обеих сторон сохранить свою идентичность, традиции и культуру. По мере того, как напряженность между евреями и арабами нарастала, система их совместной жизни, даже в той скромной степени, в какой она существовала, распадалась. Тогда британская корова даже не пыталась кормить, а два теленка, еврейский и арабский, с яростью отказывались кормиться. Тридцатилетний переходный период мандата позволил евреям создать собственное общество и экономику в Палестине. Без британских штыков еврейская община не смогла бы достичь необходимых размеров и силы до тех пор, пока не прошла бы точку невозврата. Развитие арабского национализма было результатом развития национального очага. И сомнительно, чтобы агрессивная политика Великобритании, нацеленная против арабского национального движения, как того требовали еврейские активисты, могла изменить направление этого развития. Кроме того, такие действия противоречили традиционной британской колониальной политике. Что касается британцев, то Палестина была интересной, но особенно проблемной колонией, и когда затраты на ее содержание превысили выгоды, они оставили ее, не раздумывая над этим решением. Для еврейского национального движения то был поворотный момент отступать. Было некуда. На протяжении всего этого периода между евреями и арабами не было точек соприкосновения. Арабы не видели причин отказываться от своей исключительной собственности на Палестину, в то время как евреям пока не отчего было отказываться. Глава четвертая Иммиграция и расселение в течение мандатного периода Нам пришлось оставить все И уйти Взвалить на плечи только рюкзак И уйти в одеждах изгнанников Таковы вступительные слова Стихотворение Ури Цви Гринберга «Необходимость» Он объясняет иммиграцию в Палестину Не притягательностью этой страны А силой изгнания диаспоры Нам пришлось уехать Земля стонала у нас под ногами Мертвые содрогались Далее он описывает свою беззаветную любовь к стране, которую покинул Нам также пришлось возненавидеть то, что мы любили Мы любили лес, ручей, колодец и мельницу Мы любили шлестящие листья Рыбу, бадью и халу И втайне мы также любили звук их колоколов И даже молодых белокурых головорезов И завершает свое стихотворение Пророчеством об угрожающем разрушении Нам пришлось С болью уходить из деревень И, оглядываясь со жгучими слезами, смотреть на дома Зная, что однажды они будут заклемены позором Это стихотворение, написанное в 1924 году, раскрывает тайную боль иммигрантов И мощное притяжение мира, который они покинули Чтобы понять иммиграцию и ишуф в период между двумя мировыми войнами Мы должны иметь в виду противоположное притяжение двух магнитов С одной стороны, глубокую культурную связь со своей физической родиной И с другой, признание насущной необходимости покинуть дом, семью, культуру Невозможно постичь то, что было создано в Палестине Не понимая психологической борьбы каждого иммигранта Разрывающегося между этими двумя полюсами В конце декабря 1919 года Корабль «Руслан» бросил якорь у Яффо Привезя из Одессы 650 иммигрантов Позже Руслан получил статус израильского Мэйфлауэр Среди его пассажиров были ведущие интеллектуалы Из числа лучших представителей русско-еврейской интеллигенции А также группа нищих молодых энтузиастов Эта высадка ознаменовала собой Начало волны иммиграции Вошедшей в историю сионизма как третья алия 1919-1923 годы Первая из трех волн репатриантов В период действия мандата Были четвертая 1924-1929 годы И пятая алия 1932-1936 годы Различия, проводимые между ними Отражали осознание циклической природы иммиграции И характеризовавших ее экономических взлетов и падений У каждой алии также был свой собственный отчетливый образ Основанный не на статистических фактах А на впечатлениях и публичных выступлениях Таким образом, третья алия Была названа алией первопроходцев А четвертая Алией среднего класса Хотя статистически Большинство иммигрантов обеих Не были первопроходцами И фактически четвертая алия Включала большее число пионеров Чем третья Пятая алия Вошла в сионистское сознание Как немецкая алия Хотя большинство ее иммигрантов Как и в предыдущие годы Прибыли из Восточной Европы Начало 1920-х годов Было эпохой больших надежд Декларация Бальфура Вызвала почти мессианский энтузиазм Среди русского еврейства Впервые в своей истории Сионизм стал массовым движением Поскольку тысячи молодых людей Присоединились к движению Кехалуц Пионер Первопроходец Основанному Иосифом Трумпельдором В Крыму Для обучения молодежи Перед их иммиграцией В Палестину Большевистская революция И последовавшая за ней Жестокая гражданская война Сопровождались ужасными погромами По всей Украине При этом число погибших евреев Составило от ста тысяч До двухсот тысяч человек Революция Вызвала огромный энтузиазм Среди молодых евреев Которые видели в красных Защитников евреев от белых Разжигавших антиеврейские Беспорядки Революционный дух Вдохновил пионерский идеализм Но погромы усилили осознание того Что это не их революция И что они должны реализовать Свои идеи в создании Общества равноправия И справедливости на земле В Палестине В идейной сфере Мировая революция Соперничала с сионизмом За сердца и умы Еврейской молодежи В течение первой половины Двадцатого века Эти два движения Были противоположными Центрами притяжения Война и революция Привели к далеко идущим изменениям В русском еврействе Старого местечка Больше не стало А нижний и средний класс К которому принадлежали евреи Советской России Был уничтожен Религиозная практика Была запрещена А сионисты преследовались В отличие от людей Второй Алии Которые пришли из Традиционного Стабильного Прочно стоявшего На ногах Еврейского мира Иммигранты Третьей Алии Выросли На его руинах Большинство из них Ничего не знали О традиционном местечке И не получили Еврейского образования Их мировоззрение Сочетало Еврейский национализм Со стремлением Изменить мир Для этой Алии Характерно преобладание Холостых молодых людей Из 37 тысяч Иммигрантов 14 тысяч Не состояли В браке У них Не было Какого-либо Значительного Имущества Они были Готовы К тяжелому Физическому Труду И стремились Построить Новое общество В Палестине Начало 1920-х годов Также было Временем Великой веры В так называемый Кратчайший Путь Как советы Преодолели Фазу Капитализма Которая Согласно Марксистской Теории Должна была Предшествовать Революции И перешли Непосредственно К социалистическому Обществу Также могла Поступить И Палестина Поскольку В Палестине Не было Современной Развитой Экономики Промышленность Все еще Находилась В зачаточном Состоянии То Эголитарное Справедливое Общество Можно было Построить С нуля Не подвергаясь Испытаниям И невзгодам Капитализма Это убеждение Распространенное Как среди Старожилов Второй Алии Так и среди Молодежи Третьей Основывалось На том факте Что Отсталая Палестина Не была Привлекательной Перспективой Для богатых В начале 1920-х годов Казалось Что страна Будет построена За счет Национального Капитала Денег Собранных Сионистскими Учреждениями Такими Как Кэрен Каемет Еврейский Национальный Фонд И Кэрен Хаезод Дословно Учредительный Фонд Созданный Для строительства Страны Которые Были В распоряжении Сионистской Организации На народной Земле Лагерями Пионеров Которые Создадут Страну В соответствии Со своими Идеалами Сионистское Движение Имело В своем Распоряжении Легионы Молодых Обедневших Людей Которые Стремились Построить Страну Свою Жизнь И будущее На этой Новой Земле Других Кандидатов Для создания Так называемого Национального Очага Не было Поэтому Сионистская Организация Была Готова Предложить Свой Капитал Трудовым Колониям Это Стало Основой Союза Между Великой Сионистской Организацией Возглавляемой Хаимом Вейтсманом И Палестинским Рабочим Движением Однако Вскоре Выяснилось Что сумма Капитала Которую Им удалось Привлечь Намного Меньше Чем Ожидалось В течение 1920-х Годов В распоряжении Сионистского Движения Было Всего 600 Тысяч Фунтов Стерлингов В год Сумма Совершенно Недостаточная Для поддержки Массового Поселения Вместо Массового Размещения На Национальной Земле Иммигранты Третьей Алии Были вынуждены Зарабатывать Себе на жизнь Общественными Работами Начатыми Гербертом Самуэлом То есть Строительством Дорог Дорожные работы Стали легендарными Но мифология Не могла скрыть Что сионистской Организации Не хватало Финансовых Возможностей Для обустройства Пионеров В 1923 году Когда дорожные Работы Подошли К концу Третья Алия Переживала Кризис 1924 год Принес Четвертую Алию Первую Волну Массовой Эмиграции В истории Сионизма В 1925 Году Страна Приняла 285 новых Эмигрантов На тысячу Уже осевших Евреев Рекорд Который Оставался Непревзойденным Даже в годы Массовой Эмиграции Последовавшей За созданием Государства Израиль За два года В Палестину Прибыло Около 60 тысяч Репатриантов Эта Алия Отразила Фундаментальные Изменения В еврейской Миграции В мире В Соединенных Штатах Поправки К иммиграционному Законодательству Фактически Закрыли Ворота Для еврейских Иммигрантов СССР Со своей стороны Ввел еще Большие Ограничения На иммиграцию А затем Полностью Закрыл Границы В конце 1920-х Годов Эти два Изменения Определили Источники Как Еврейской Миграции Так и Человеческого Капитала В Палестине Страна Стала Важнейшим Пунктом Иммиграции Евреев В 1930-е Годы Главной Точкой Назначения Польша Где проживало Более Трех Миллионов Евреев Была Основным Источником Еврейских Мигрантов Законы Введенные Премьер-министром Польши Владиславом Грабским Для стабилизации Польской Валюты Нанесли Ущерб Торговому Классу В городах Большинство Которого Составляли Евреи И именно Нестабильность Еврейского Среднего Класса Привела К четвертой Волне Иммиграции На этот раз Репатрианты Включали Большое Количество Семей И их Средний Возраст Был Немного Выше Чем В прежней Волне Эти Иммигранты Из Среднего Класса Сформировали В общественном Сознании Характерный Образ Четвертой Алии Герберт Сэмюэл Решил Что Мандатная Администрация Станет Осуществлять Надзор За миграцией В соответствии С критериями Экономического Потенциала Сионистское Руководство Приняло Принцип Согласно Которому Иммиграцию Необходимо Контролировать И ограничивать Чтобы Еврейская Экономика Не рухнула Что Приведет К глубокому Кризису Который Может Поколебать Веру Способность Евреев Построить Страну На самом Деле Вовсе Не британские Ограничения А бюджетные Возможности Сионистской Исполнительной Власти Ограничивали Иммиграцию В 1920 Годы Правительство Мандата Определило Четыре Категории Иммигрантов В первую Вошли Люди Со средствами Которые Были Освобождены От всех Ограничений Чтобы Считаться Состоятельным Человеком Кандидат Должен Был Доказать Обладание Пятьюстами Позже Тысячью Палестинскими Фунтами Депонировав Средства В банке Вторая Категория Состояла Из Студентов Или Религиозных Деятелей Которые Должны Были Доказать Что Они Обеспечены Средствами К существованию Им Было Разрешено Эмигрировать Без Каких Либо Дальнейших Ограничений К третьей Категории Относились Ближайшие Родственники Жителей Палестины И возвращающиеся Жители Они Должны Были Доказать Что Их Родственники Состояние Обеспечить Их Эти Три Категории Контролировались Исключительно Правительством Мандата Четвертая Категория Рабочие Была Предметом Споров Между Сионистским Исполнительным Комитетом И Правительством Рабочими Были Обедневшие Молодые Люди Которым Приходилось Зарабатывать На жизнь В Палестине Своим Трудом И которым Сионистская Организация Гарантировала Работу В еврейской Экономике Однако У сионистского Исполкома И правительства Мандата Была Разная Оценка Экономического Потенциала Каждые Шесть Месяцев Исполнительная Власть Представляла Оценку Так называемого Списка Иммиграционной Квоты И правительство Обычно Утверждало Количество Иммиграционных Сертификатов Значительно Меньшее Чем Запрашиваемое До 1936 Года Иммиграция В Палестину Регулировалась Именно Таким Образом В первые Два Года Четвертой Алии Около Сорока Процентов Иммигрантов И их Семей Попали В категорию Так называемых Людей Со Средствами Это Были В основном Люди Из Нижнего Среднего Класса Которые Использовали Большую Часть Своих Активов Для Финансирования Своей Иммиграции Но Они Считали Себя Буржуа И Стремились К городскому Образу Жизни Аналогичному Тому Который Вели В Польше Большинство Членов Этой Алии Отправились В Тель-Авив Где Наблюдался Беспрецедентный Строительный Бум А также В Хайфу И Иерусалим Если Во время Третьей Алии Казалось Что Страна Будет Построена На Государственные Средства Социалистическими Пионерами То Теперь Появилось Новое Средство Для Реализации Сионизма В виде Среднего Класса И Использования Частного Капитала В то Время Как Сионистская Идеология Рассматривала Сельскохозяйственное Поселение Как основу Своего Проекта Большая Часть Алии Теперь Приезжала Из Деревни В город Еврейская Палестина Становилась Безусловно Городской Стремление Идеалистической Алии Построить Эголитарное Общество С нуля Обратившись К сельскому Хозяйству Тем самым Сменив Образ Еврея С торговца И посредника На физического Работника Потерпела Крах Из-за Ограниченного Национального Капитала И Неожиданного Присутствия Частного Капитала Еврей Среднего Класса Стал Новым Кандидатом На строительство Страны Четвертая Алия Оказалась Объектом Яростной Критики В рабочей Прессе И Вейтсман Упрекнул Ее Участников В том Что Они Перенесли Улицы Дзика И Налевки Варшавские Улицы Заселенные Мелкими Торговцами В Тель-Авив Источником Этих Упреков Стало Двойное Разочарование Из-за Неспособности Собрать Достаточный Национальный Капитал И Прибытие Алии Характеристики Которые Не соответствовали Идеалистическим Ожиданиям Левых Четвертая Алия Вызвала Длительные Дебаты Между Социалистами Владельцами Частного Капитала Теми Кто Требовал Выборочной Эмиграции Молодежи В соответствии С новаторской Моделью Против Тех Кто Требовал Эмиграции Открытой Для всех Отражающей Структуру Еврейского Общества В диаспоре Поскольку Сионистская Организация Не контролировала Алию Людей Со Средствами В конце Концов Спор Шел О том Будет ли Сионистская Организация Поддерживать Городское Или Сельское Поселение Сионистский Бюджет Выделял Более Тридцати Процентов Своих Ресурсов На Сельскохозяйственные Поселения По сравнению С менее Десятью Процентами На Городские Поселения Это Предпочтение Возникло Из стремления Создать В Палестине Новый Еврейский Народ Народ Близкий К земле Но Это Также Проистекало И желание Контролировать Относительно Большие Участки Земли Которые Образовали Бы Непрерывный Массив Еврейских Поселений Основу Суверенитета Над территорией Переселение Иммигрантов В город Обходилось Гораздо Дешевле Чем В сельскую Местность Городское Поселение Также Сделало Возможным Расселение Многих Людей Которые Не были Приспособлены К физическому Труду И не имели Склонности Менять Свой Образ Жизни Но С сионистской Точки Зрения Деревня Была Не только Романтическим Образом Новой Реальности Она Также Была Жизненно Важным Фактором Обеспечения Права Собственности На Страну Эмек И Развитие Сельских Поселений Главным Поселенческим Предприятием 1920-х Годов Была Израильская Долина Которая Вошла В мифологию Палестинских Поселений Как Эмек Долина Эта Полоса Земли Тянущаяся От Прибрежной Равнины До Долины Реки Иордан И Создающая Непрерывный Массив С поселениями Нижней Галилеи Начало XX века Была Куплена Сионистским Земельным Агентом Иехошуа Ханкином Без Предварительного Одобрения Сионистской Организации Этот Акт Вызвал Бурные Дебаты В сионистской Исполнительной Власти Потому Что Отнял Большой Кусок От Скудного Сионистского Бюджета Эмек Стал Местом Проведения Социальных И Поселенческих Экспериментов Этого Десятилетия Именно Там Идеалы Молодых Людей Стремящихся Переделать Мир Столкнулись С сионистскими Потребностями На Этой Основе Сформировался Синтез Социалистических И Сионистских Идей В В 1920 Году Членами Русского Движения Хэхалуц Был основан Гедуд Ха Афода Рабочий Батальон Превращение Гедуд Ха Афода В коммуну Произошло Во время Дорожных Работ В лагере Близ Мигдаля Чтобы Обеспечить Домашние Нужды Рабочих После Изнурительного Рабочего Дня Появились Общая Кухня Прачушная И столовая Работа Выполнялась По контракту Группами Рабочих Которых Сильные Прикрывали Слабых А оплата Распределялась Поровну Гедуд Гедуд Ха Афода Был Без Предварительного Отбора Открыт Для Любого Поселенца Желающего Присоединиться В то время Когда Казалось Что в России Реализуется Утопия Эти молодые Люди Верили Что им Тоже Предоставляется Шанс Создать Всеобщую Комуну Еврейских Рабочих В Палестине Без Частной Собственности С одним Карманом Для Всех То был Социализм Нищеты Наблюдалась Острая Нехватка Самого Необходимого А условия Жизни Были Весьма Суровы Но Духовный Подъем Который Пионеры Чарпали Из ощущения Что строят Новое Общество Перевешивал Тоску По дому И невзгоды С которыми Они сталкивались Чувство Единения Экстаз От ночных Танцев Компенсировали Страдания И Трудности Уриц Ви Гринберг Увековечил Дух тех дней Страками Помни Боже Тех Молодых Юноши И девушек Что здесь Без отца И матери Они Как Армия На ратном Поле Как Меч Пронзает Плоть Пелестимлян Их Мотыга Разрезала Землю Как Колесница Мессии Они Прошлись Паровым Катком Когда В 1922 году Началось Заселение Мека Гедут Ха Афода Был Привлечен К работе И основал Два Кибуца Эйн Харод И Тель Йосеф Кибуц Был Творческой Идеей Шлома Лави Левковича И Старой Алии Левкович Разработал Проект Так называемой Большой Квуцы Напоминающей Представление Французского Утопического Социалиста Шарля Фурье Кибуцы Возникшие Во время Второй Алии Дгания И Кенерет Были Основаны На Личностной Почти Семейной Модели Как Только Дгания Расширилась До Нескольких Десятков Членов Она Разделилась На Дганию Алеф И Дганию Бет Хотя Кибуц Должен Был Быть Большой Семей На Практике Чрезмерная Близость Оказалась Обременительной И Создала Много Трений Проявляющихся В уходе Людей И Разрушении Отношений Лави Верил Что Большая Квуца Позволит Избежать Вторжения В частную Жизнь И Позволит Разным Типам Людей Вписаться В нее Он Представлял Кибуц Из Тысячи Мужчин И Женщин Такое Количество Тогда Считалось Умопомрачительным Лави Стремился Объединить Сельское Хозяйство И Промышленность Под крышей Квуцы Кибуц 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 Альфа Был Был Основан Квостоку От Эйн Харода И Тель Йосефа При Участии Еще Одной Организации Третьей Алии Хасхомер Хадзаир В то Время Как Гедут Ха Афода Состоял В основном Из Энергичных Но Не Образованных Людей Из России Молодежь Хасхомер Хадзаир Была Из Галиции И Польши Они Происходили Из Верхнего Среднего Класса Имели Высшее Образование И Были Приверженцами Анархистских Доктрин И Психоанализа Фрейда Свои Первые Годы В Палестине Они Много Времени Посвятили Самоанализу И Поиску Смысла Жизни Поселение На земле Бейт Альфа А затем В кибуцах Мерхавия И Мишмар Ха Эмек Было Частью Их Взросления После Подросткового Возраста И Адаптации К жизни В Палестине Они Считали Что Предварительная Идеологическая Обработка Необходимые Условия Для Членства В кибуце И Придерживались Политики Выборочного Приема В Эмеке Было Основано Еще Несколько Кибуцев Как и Кибуцы Хасхомер Хадзаир Они Были Своего Рода Компромиссом Между Узкими Рамками Так Называемой Маленькой Квуцы Такой Как Дгания И Так Называемой Большой Квуцы Такой Как Эйнхарот Или Тель Йосеф В Запад В Западном Эмеке Земля Была Выделена Для Другой Формы Поселения Инициированной Группой Ветеранов Второй Алии Покинувших Дганию Они Выступали Против Образа Жизни Кибуца Который По их Мнению Подрывал Как Естественную Семью Так И Интимные Отношения Между Фермерами И Их Землей Отношения Основанные На Семейном Землевладении Они Были Основателями Первого Мошава Нахалаля Целью Которого Было Создание Группы Мелких Землевладельцев Укорененных На наделах Которые Будут Обрабатываться Семьей Нахалаль Был Основан На Принципе Взаимопомощи Между Членами И На Совместной Реализации Продукции Его Дома Были Построены По Кругу Близко Друг Друг С Полями За Каждым Домом Этот Принцип Создавал Физическую Близость Между Семьями И Сохранял Дух Сообщества Члены Которого Несли Ответственность Друг Перед Другом Все Формы Сельскохозяйственного Поселения В Эмеке Основывались На Уроке Усвоенном Второй Алией Как Уберечь Фермеров От Соблазна Использовать Наемный Труд Открывавший Возможности Для Арабской Рабочей Силы Сианистский Характер Поселений Определялся Общинной Властью И Землевладением А также Полным Запретом Наемного Труда В 1920 В 1920 Мошав Считался Идеологическим Пределом Рабочего Поселения За которым Как утверждал Бен Гурион Лежал Капитализм Гидут Ха Афода И Хасхомер Хат Заир Были Сианистскими Молодежными Организациями Стремившимися К новаторским Начинаниям И Социалистическим Идеалам Инновационные Формы Расселения В Эмеке Позволили Им Почувствовать Что Они Участвуют В строительстве Нового Мира В начале 1920-х Годов Они Верили Что их Идеализм Придаст Сианистской Затее Социалистический Характер Но Кризис Третьей Прибытие Четвертой Алии Заставили Их Осознать Что Сианистское Предприятие Не может Избежать Капиталистической Стадии Социально-экономического Развития Для многих Это стало Переломным Моментом Что Должно Иметь Приоритет Было Ли Осознание Сианизма Наиболее Важным Даже Если Это Означало Принятие Некоторых Форм Капитализма Или Было Предпочтительнее Эмигрировать В место Где Строилось Действительно Эголитарное Общество Некоторые Члены Гедут Хаафода Во главе С Менделем Эль Киндом Решили Вернуться В Советский Союз Надея Создать Там Идеальное Общество Но Подавляющее Большинство Предпочло Цели Сионизма Они Отложили Создание Социалистического Общества До тех пор Пока В Палестине Не будет Достигнуто Еврейское Большинство Тем Тем временем Идеализм Этих Молодых Людей Был Использован Для Выполнения Самой Трудной Из Сионистских Миссий Коллективистская Организация Внутренняя Дисциплина И Мобильность Все Это Позволяло Селиться В Отдаленных Опасных Уголках Страны Где Климат Был Суровым Кибуцы Возглавили Сионистское Предприятие По всей Палестине Ориентация Сионизма На реальные Действия А не просто На разговоры Отвечал Отчаянием Идеалистической Молодежи Которая Хотела Посвятить Свою жизнь Обществу И нации Коммуны Дали Сионистскому Движению Превосходный Инструмент Мобилизации Который Самоопределился В социалистических Терминах И предоставил Себя В распоряжение Сионистского Предприятия Для всех Так сказать Завоевательных Заданий Чем более Кибуц Будет Централизован И дисциплинирован Тем выше Будет готовность Участвовать В достижении Национальных Целей Это Сочетание Социалистического И националистического Стремления Вдохнуло Небывалую Энергию В членов Кибуцев Квуцот И Мошавов Превратив их В пионеров Сионистского Предприятия Находящихся Всегда В распоряжении Наганах Кистодрут Или Сионистского Исполнительного Комитета Дух Первопроходца Связан С образом Кибуцника Земледельца Который Изо дня В день Служит Нацией Своей Работой На земле Страны Будучи готов Жить В бедности И лишениях И рисковать Своей жизнью И жизнью Своей семьи Поселяясь В опасных Районах Распространение Кибуцев вдоль Всей северной Границы В долине Бейт-Шаан И в пустыне Нагеф Сделало Еврейские Поселения Протяженными На всей территории Палестины И в конечном Итоге Предопределило Границы Государства Из-за Финансовых Трудностей Сельскохозяйственные Поселения Развивались Медленно До конца Периода Мандата На продажу Выставлялось Больше Арабской Земли Чем могли Купить Евреи За расселением В Эмеке Последовало Заселение Долины Хефер А затем В районе Хайфского Залива Большой Поселенческий Бум Произошел После Доклада Комиссии Пиля 1937 В котором Основное Внимание Было Уделено Связи Между Будущими Границами Еврейского Государства И Географическим Распространением Поселений Долина Бейт-Шаан Государственная Земля Ранее Переданная Бедуинам В этом Районе Гербертом Сэмаэлом Теперь Была Выкуплена У них Еврейским Национальным Фондом И Быстро Заселена Западная Галилея И Северная Граница Также Были Заселены Сочетанием Частных Нахария И Коллективных Поселений Ханита Шавейцион И Во время Борьбы С Англичанами И После Второй Мировой Войны В Нагеве Было Основано 11 Новых Населенных Пунктов Чему Способствовала Труба Проложенная Водопроводной Компанией Меккорот Ворте Компани Эти Опасные Районы Удаленные От блоков Еврейских Поселений Были Заняты Кибуцами В 1920-е годы Степень Вклада Трудовых Поселений В сионистское Предприятие Еще не Была Ясна На 14-м Сионистском Конгрессе В Вене Хешель Фарбштейн Из Партии Мицрахи Считавший Себя Представителем Среднего Класса Назвал Членов Кибуца Кэст Киндер То есть Нахлебниками Живущими За счет Скудных Средств Сианистской Организации Средств Собираемых С тысяч Евреев Стучащихся В ворота Палестины В конце 1920-х Годов Экспертная Комиссия Изучившая Ситуацию С поселениями Вынесла Роковой Вердикт Утверждая Что Кибуц Был Социальной Структурой Не подходящей Для человеческой Природы И в особенности Для евреев Его вердикт В отношении Мошава Был более Мягким Поскольку Структура Мошава Больше Соответствовала Традиционному Мышлению Споры О том Целесообразны Ли трудовые Коммуны В экономическом Отношении Продолжались В течение Многих лет И фактически Никогда Не заканчивались Инвестиции На душу Населения В кибуцах Были Намного Больше Чем Городах Но Сомнительно Чтобы Они Были Больше Чем Инвестиции В Мошавы Которые В 1920 Годы Были Процветающими И Экономически Успешными Они Были Предложены В качестве Доказательства Успеха Частной Фермы Хотя Об Огромных Инвестициях Барона Д. Ротшильда И Еко До того Как Этот Успех Был Достигнут Не Упоминалось Тель-Авив Теперь Контрастировал С Эмэком Как Модель Для Абсорбции Населения И Строительства Страны Из Небольшого Пригорода С Населением Около Двух Тысяч Человек К 1925 Году Он Превратился В оживленный Городок С Населением В Тридцать Четыре Тысячи Человек К 1931 Году Оно Увеличилось До 46 Тысяч Человек Этот Быстрый Рост Города В Песчаных Дюнах Поколевал Ожидание Что Сианизм Не Только Выведет Еврейский Народ Из Диаспоры В Палестину Но И Существенно Изменит Внешний Образ Еврея С С Его Земельными Спекулянтами И Шумной Торговлей На Улицах Тель-Авив Казался Варшавой Или Львовом Перенесенным В Палестину Это Отражало Склонность Евреев Выбирать Городскую Жизнь Их Отказ От Физического Труда И их Стремление К простым Географическим В отличие От Революционных Изменениям Которые Позволили Боим Жить Среди Других Евреев Одной Из Особенностей Тель-Авива Было То Что Он Был Почти Полностью Еврейским Городом И Все же Его Мелкобуржуазный Городской Облик Вызывал Опасения У всех Кто Хотел Увидеть Появление Нового Еврея В Своей Критической Статье О Четвертой Алие Хаим Орлазоров Утверждал Что Будущее Страны Будет Определяться Не городским Населением Каким бы Густонаселенным Оно Ни Было А Сельскохозяйственным Он Писал Что Заселение На земле С глубоко Укоренившимися В ней Земледельцами Резко Контрастировало С незапланированной Алией Которая Возможно Представляла Собой Решение Для Отдельного Еврея Но Не Способствовало Формированию Еврейской Нации В Палестине Несмотря На Пропаганду И Тяжелый Экономический Кризис Обрушившийся На Тель-Авив В конце Четвертой Алии Когда Треть Городских Рабочих Осталась Без Работы В 1931 Году Лишь 19% Евреев В Палестине Жили В сельскохозяйственных Поселениях И Впоследствии Эта цифра Только Сокращалась Три Главных Города Тель-Авив Хайфа И Иерусалим Составляли Главный Треугольник Еврейского Ареала Расселения Эта Конфигурация Также Отражала Тот Факт Что Большая Часть Капитала Используемого Для Строительства Страны Была Частной Только В 1925 Году В Тель-Авив Было Вложено 2 Миллиона Фунтов Стерлингов Сумма О которой Сельскохозяйственные Коммуны Могли Только Мечтать В период С 1918 По 1937 Годы Страну Было Привлечено 75 Миллионов Палестинских Фунтов Частного Капитала В то время Как Из Национального Капитала Было Инвестировано Только 20 Миллионов Учитывая Эти Реалии Существовало Своего Рода Так Называемое Разделение Труда Между Частным Капиталом Который Направлялся В города И Прибрежные Цитрусовые Плантации И Национальным Капиталом Инвестировавшимся Туда Где Частный Капитал Отсутствовал Модель Тель-Авива Подходила Для Частного Капитала В то В то время В то время Как Национальный Капитал Шел В Эмек В конце 1920 Годов Сионистское Предприятие В Палестине Переживало Наибольший Экономический Кризис Поставивший Под сомнение Способность Сионистского Движения Добиться Успеха В качестве Поселенческого Движения В эпицентре Кризиса Оказался Тель-Авив Что было Вызвано Прекращением Притока Капитала Из Польши Обесцененного В результате Экономических Событий В этой Стране Многочисленные Иммигранты Обанкротились И не смогли Выплатить Свои Долги В 1928 Году Палестину Покинуло Вдвое Больше Людей Чем Эмигрировало Туда Экономический Подъем Начался В 1929 Году И набрал Обороты В 1931 Году После Публикации Письма Макдональда Со Времен Второй Алии Еврейские Поселенцы Находились В поисках Сельскохозяйственной Культуры На Которое Можно Было Бы Построить Свою Экономику Их Эксперименты С полевыми Культурами Оказались Неудачными Тогда Они Возложили Свои Надежды На Виноградарство Которое Так же Потерпело Крах Миндальные Деревья Были Посажены А затем Выкорчеваны Эксперименты С выращиванием Табака В 1920 Годах Тоже Провалились Цитрусовые Были Тем Что Стало Так Сказать Золотым Продуктом Сельского Хозяйства Страны Первыми Кто Их Посадил Были Арабы Яфы Которые Создали Бренд Яфские Апельсины Евреи Начали Сажать Цитрусовые Рощи Во время Второй Алии Главным Образом В пятах Тикве И Реховоте И Посадка Продолжалась В течение Всего Периода Мандата Как Еврейская Так и Арабская Экономика Ускорили Развитие Цитрусовой Промышленности Только В 1931 Году Площади Еврейских Плантаций Сравнялись С Арабскими Цитрусовые Рощи Были сосредоточены В основном Самарии И Шаронской Долине Где Для этого Подходила Почва И На доступной Глубине Залегали Подземные Воды Цитрусовая Промышленность Которая В 1930 Годы Была Ведущим Экспортным И сельскохозяйственным Сектором Палестины Стала Результатом Частного Предпринимательства И Частной Собственности Производство Цитрусовых Сопрягалось Со Значительными Рисками Оно Зависело От Спроса На Внешнем Рынке И Было Обусловлено Экономическими Изменениями В Европе Существовала Постоянная Конкуренция С Испанскими Апельсинами Неконтролируемая Посадка Новых Цитрусовых Рощ Привела Привела К Опасениям Избыточного Производства И Они К Концу Десятилетия Подтвердились После 1937 Года Отрасль Находилась В Кризисе Из-за Снижения Спроса А Когда Во Время Второй Мировой Войны Прекратились Морские Перевозки Производителям Потребовалась Государственная Помощь Для поддержания Плантаций Но до тех пор Пока Экономическая Ситуация Была Достаточно Хорошей И Экспорт Продолжался Цитрусовые Считались Успешным Опытом Частного Фермерства В Палестине В отличие От Тель-Авива Который Казалось Воплощал Образ Жизни Диаспоры Цитрусовая Промышленность Символизировала Работу На земле Близость К природе Самобытный Опыт Палестины Как мы Видели Тель-Авив Пострадал От массовой Безработицы Во время Кризиса Четвертой Алии Но Кризис Не затронул Процветающие Плантации Мошавов Проблема Заключалась В том Что В Мошаве Выращивающем Цитрусовое Особенно В крупнейшем Из них Петах Тикве Работали Арабы До тех пор Пока В среде Рабочего Течения Была Уверенность Что трудовая Колонизация Покроет страну Социалистическими Общинами Оно Отказывалось От борьбы За еврейский Труд В старых Мошавах Но С изменением Перспектив После Четвертой Алии И в частности С учетом Городской Безработицы Которая Требовала Направления Тысяч Рабочих В Мошавы В конце 1920 Годов Борьба За еврейский Труд Возобновилась Для Рабочего Направления Сионизма Эта борьба Обостившая Отношения Между Фермерами И рабочими Но Не помешавшая Нанимать Арабов Для Сбора Фруктов В Мошавах Была Представлена Как Доказательство Того Что Частный Капитал Не будет Способствовать Строительству Страны И Реализации Идей Сионизма Его Единственной Целью Была Прибыль И Владельцы Не были Готовы Пойти На Необходимые Финансовые Жертвы Чтобы Этот Капитал Можно Было Использовать Для Строительства Страны Идея Что Арабский Труд На Полях Евреев Представляет Собой Победу Классового Эгоизма Над Национальными Интересами Была Широко Распространена Среди Еврейского Населения Даже Среди Тех Кто Не разделял Социалистические Взгляды Левых Как Например Национальный Союз Фермеров Состоящий Из Фермеров Новых Машавов Шаронской Долине Чьи Плантации Начали Приносить плоды Только В 1930 Годах Принципиально Не нанимало Рабов Поскольку Фермеры Руководствовались Националистическими Доводами Рабочих Впрочем Фермеры В старых Мошавах Со Смешанной Рабочей Силой Примерно Треть Еврейских Рабочих Утверждали Что Ежедневная Стоимость Еврейского Рабочего В два Раза Превышает Стоимость Арабского Рабочего И В секторе Построенном На экспорте На Незащищенном Мировом Рынке Еврейские Фермеры Не могут Позволить Себе Такое Неравенство Эти Дебаты Помогли Поднять Престиж Рабочих Которые Как считалось Жертвовали Собой Ради Строительства Страны В отличие От плохого Имиджа Фермеров Даже Несмотря На то Что Они Обрабатывали Землю И Заселяли Страну Специализация Экономики Мошавов На Цитрусовых Была Другой Формой Концепции Барона Д. Ротшильда Османского Периода Современное Монокультурное Сельское Хозяйство Направленное На Экспорт В 1936 Году Цитрусовые Составляли Более 80% Экспорта Из Палестины Тем не менее Недостатки Этой Экономики Были В сущности Аналогичны Недостаткам Виноградарства Зависимость От Внешних Рынков Необходимость Нанимать Большое Количество Рабочих Сезон Сбора Урожая И Резкое Снижение Потребностей Рабочей Силы В Межсезонье Спрос На Большое Количество Неквалифицированных Рабочих В течение Коротких Периодов Времени Не мог Быть Основой Еврейского Сельскохозяйственного Рабочего Класса В Мошаве Число Еврейских Рабочих Проживающих В Мошаве С годами Увеличилось Но Большинство Из них Нашли Работу В Строительстве Сфере Услуг И Промышленности Связанной С сельским Хозяйством Урбанизация Мошавов Снизила Значение Ферм В них И Позволила Сконцентрировать Там Население Еврейских Рабочих Хотя Арабские Рабочие Продолжали Работать На Цитрусовых Плантациях Трудовой Шув Принял Смешанную Модель Ведения Сельского Хозяйства Полевые Культуры В основном Зерновые Садоводство Выращивание Овощей Птицеводство И Молочное Хозяйство Продукция Позволила бы Поселению Быть Самодостаточным И не Зависеть От рынка В то время Как Любой Излишек Пошел бы В города Особенно Излишки Молочной Продукции Эта Эта Модель Была Предназначена Для Предотвращения Широкомасштабного Найма Работников В напряженные Сезоны И При Необходимости Во Время Сбора Урожая В Кибуце Или Машаве Проводилась Внутренняя Мобилизация Рабочих Рук Более Того Поставки Свежих Продуктов В города Сделали Еврейский Город Менее Зависимым От Арабской Экономики Этот Подход Привел К развитию Современной Сложной Агрокультуры Которая Стала Жизненно Важной Для Обеспечения Продовольствием После Создания Государства Однако В течение Мандатного Периода Его Прибыльность Была Сомнительной Большинство Рабочих Уехали В город В поисках Средств К существованию Во время Кризиса 1926-1928 Годов Некоторые Нашли Работу В Машавах Но Как только Города Начали Восстанавливаться И снова Началось Строительство Рабочие Быстро Покинули Сельское Хозяйство И занялись Строительством В стране Иммигрантов Это Одна Из Основных Движущих Сил Экономики Увеличение Численности Населения И повышение Уровня Жизни Требуют Масштабного Строительства Экономический Всплеск Периода Четвертой Алии 1924-1929 Годы Произошел Из-за Строительных Проектов В то время В то время Как выход Из кризиса Был отмечен Возобновлением Иммиграции В 1931 И 1932 Годах Что привело К возобновлению Строительства Начиная С 1932 Года Среди Руководства Рабочих Организаций Стали раздаваться Голоса Сетующие На то Что люди Уходят Из сельского Хозяйства На строительные Работы Где дневная Заработная Плата Выше Более Чем В два Раза Нехватка Еврейских Рабочих В Мошавах Продолжалась До конца Периода Процветания В 1936 Году Но затем Экономика Цитрусовых Вступила В серьезный Кризис Из которого Сумело Выйти Только В конце Второй Мировой Войны Процветание С 1932 По 1936 Годы Ознаменовало Смену Ролей Между Палестиной И Диаспорой В 1920 Годы Сионистское Предприятие В Палестине Зависело От мирового Еврейства В таких Аспектах Как Человеческие Ресурсы Капитал И Политическое Влияние В 1931 Году Давление Оказываемое Евреями Всего Мира Было Одним Из Факторов Побудивших Британское Правительство Приостановить Действие Положений Белой Книги Пасфилда Предоставив Национальному Очагу Временную Передышку Хотя Сносы Фонд Керен Хайесод Не Оправдали Ожиданий Они Были Основой Для Функционирования Трудовых Коммун Глубокий Экономический Кризис В Палестине В конце 1920 Годов Произошел В то Время Когда Нестабильная Политическая Ситуация В Послевоенной Европе Стабилизировалась И Начался Экономический Рост После Краха Нью-Йоркской Фондовой Биржи В 1929 Году Стабильность и рост В одночасье Сменились Глобальным Экономическим Кризисом Европа Вступила В период Экономической Депрессии Безработицы Социальных Волнений И Политических Потрясений В Германии Началась Борьба Между Левыми И Правыми Закончившаяся Приходом К власти Нацистов В Январе 1930 Впрочем В Палестине Экономическая Неопределенность 1929 1931 Годов Сменилась Относительным Спокойствием Политической Стабильностью И Экономическим Ростом Прибытие Нового Верховного Комиссара Артура Вошопа Знаменовало Период В котором Палестина Вместо Того Чтобы Зависеть От Диаспоры Внезапно Стало Страною Бежища Для Масс Евреев Ищущих Пристанище От Надвигающейся Бури В Европе В течение Четырех лет Население Ишува Более чем Удвоилось По оценкам За июнь 1927 Года Оно Составляло 150 Тысяч Евреев Перепись В ноябре 1931 Года Зафиксировало 174 Тысячи Шестьсот Десять Человек Оценка За декабрь 1936 Года Составила 384 Тысячи Человек Оценка За декабрь 1939 Года Показало 474 Тысячи Человек Большинство Иммигрантов Прибыли Из Польши Крупнейшей Демографической Базы Еврейского Народа Но Более Пятидесяти Тысяч Человек Прибыли Из Германии И имели Иной Социальный Статус В отличие От выходцев Из Восточной Европы В течение Нескольких Поколений Они жили В развитом Западном Обществе Как Равноправное Меньшинство Многие Имели Университетское Образование 15% Из них Были Врачами Инженерами Адвокатами Или Другими Специалистами Они Подняли Уровень Еврейского Университета А также Банковского Дела И финансов Архитектура Баухауса Оставила Свой след В Тель-Авиве Стандарты Гигиены Эстетики В потребительском Секторе Улучшились Сверх Всякой Меры Модели Потребления Были Модернизированы Появились Современные Магазины Деликатесы И Кафе Кулинария Которых Намного Превосходило Местное Разнообразие Более Трети Немецких Иммигрантов Были Классифицированы Как Так называемые Обеспеченные Люди Некоторые Прибыли Со скромным Капиталом В Одну Тысячу Палестинских Фунтов Стерлингов Требования Для получения Иммиграционного Сертификата В этой Категории В то Время Как Другие Прибыли С гораздо Большими Суммами Которые Вложили Сельскохозяйственное Поселение Или Промышленность По общепринятым Оценкам В эти Годы В страну Был завезен Капитал На сумму В 50 Миллионов Палестинских Фунтов Стерлингов 80% Которого Было Частным Половина Из них Была Вложена В промышленность И торговлю Этот Приток Капитала Сделал Возможным Экономическое Процветание Тех лет А также Послужил Причиной Для увеличения Числа Иммигрантов По так Называемому Списку Поскольку Новое Экономическое Производство Создало Спрос На рабочих Одним Из способов Передачи Активов Немецких Иммигрантов Было Соглашение Хаавара Или Соглашение О Трансфере Подписанное В 1933 Году Между Правительством Германии И Неофициальными Сионистскими Органами Но Сведомо Исполнительного Комитета ВСО Деньги Депонированные Евреями В Германии Использовались Для покупки Немецких Товаров Которые Должны Были Быть Везены В Палестину А в Палестине Деньги Были Возвращены Их Владельцам В местной Валюте Немцы Выиграли От этого Вдвойне Продвинув Свой Экспорт А также Тем Что Соглашение Предусматривало Способ Избавиться От Евреев В то Время Как Немецкие Евреи Стремящиеся Избежать Нацистской Ловушки Могли бы Спасти Часть Своих Активов Сионистский Исполком Рассматривал Соглашение О Трансфере Как Важный Канал Для Привлечения Капитала Необходимого Для Строительства Страны Однако Оно Подверглось Резкой Критике В Еврейском Мире Дискриминационная И унизительная Политика Нацистов По отношению К Евреям Германии Спровоцировала Международное Еврейское Движение Байкотировать Немецкие Товары Соглашение О Трансфере Нанесло Ущерб Движению Байкота И якобы Узаконило Высолку Евреев Из Германии Когда Выяснилось Что Байкот Не достиг Своих Целей И что Нацисты Ужесточают Свою Антиеврейскую Политику Сопротивление Соглашению О Слабло И на самом деле Евреи Германии Видели в этом Путь к бегству В то Роковое Время Соглашение О Трансфере Принесло В страну Около Восьми Миллионов Палестинских Фунтов Стерлингов Что Составляло Около Одного Процента Активов Немецких Евреев В 1933 Году Для Евреев Чью Иммиграцию Это облегчило То Была Большая Сумма 1936 Год Привег Серьезному Экономическому Кризису В Палестине Продолжавшемуся До 1941 Года Он Был Вызван Арабским Восстанием Сокращением Притока Капитала В страну И Ограничением Иммиграции Правительством Наложившим На нее Политический Запрет С 1937 Года В 1940 Году Безработица В еврейской Общине Составила 12 Процентов Но этот Небольшой Спад Быстро Сменился Резким Ростом В годы Войны Составлявшим В среднем 10 Процентов В год Движимый Большим Спросом Британской Армии На сельскохозяйственную И промышленную Продукцию Этот Рост Принес Пользу Как Еврейской Так И арабской Экономики Ближний Восток Стал важным Центром Снабжения Армий Союзников По Антигитлеровской Коалиции Прекращение Импорта Во время Войны Способствовало Развитию Местной Промышленности Продуктуре экономики, ознаменовался продолжающимся ростом, обусловленным оживлением рынка цитрусовых и увеличением экспорта, а также выдачей разрешений на частное строительство, запрещенное в годы войны, что вызвало большой спрос на новое жилье. Рост в этих секторах компенсировал снижение спроса со стороны британской армии. Процессы иммиграции и расселения в течение 30 лет британского мандата заложили основу для создания устойчивого еврейского общества в Палестине. Рост еврейского населения с 56 тысяч до 650 тысяч человек, создание продуктивной сельскохозяйственной промышленной экономики и распространение еврейских поселений по всей стране стали фундаментом будущего еврейского государства. Глава пятая. Ишуф как прообраз государства. Еврейское население в Палестине в период мандата было организовано и функционировало без юридических полномочий, следовательно, сохранение еврейской автономии требовало системы соглашений, компромиссов, доброй воли и готовности уступить. В эпоху построения нации способность мобилизовать массы была жизненно важной для продвижения национальной повестки дня. Формирование авторитета руководства и обеспечение того, чтобы общественность подчинялась ему без принуждения, были основой формирования зарождающегося государства. Статья четвертая палестинского мандата гласила, соответствующее еврейское агентство будет признано в качестве государственного органа с целью консультирования и сотрудничества с администрацией Палестины по таким экономическим, социальным и другим вопросам, которые могут повлиять на создание еврейского национального очага и на интересы еврейского населения в Палестине. Эту роль де-факто выполнял исполнительный комитет ВСО. Еврейское агентство, также известное как СОХНУТ, было создано в 1929 году. Половину его членов составляли представители исполнительного комитета. Другая половина состояла из еврейских магнатов, не считавшихся сионистами, но готовых помочь в строительстве национального очага. Вейтсман надеялся таким образом привлечь еврейский капитал для обустройства страны, но агентство не оправдало этих надежд. Сразу после основания агентства произошел крах Нью-Йоркской фондовой биржи, и богатые оказались заняты другими делами. С тех пор, хотя фасад двойной исполнительной власти еврейского агентства и сионистской власти сохранился, на самом деле они были одним органом, и председатель исполкома ВСО также возглавлял исполнительный комитет еврейского агентства. В начале 1920-х годов сионистская организация функционировала как элитарный клуб без общественного контроля. Таким образом, Вейтсман смог стать ее президентом без поддержки политической партии, по той же причине группа, пользующаяся авторитетом, но не имеющая публичной поддержки, во главе с судьей Верховного Суда США Луисом Брандейсом, лидером американских сионистов, вызвала бурю негодования на сионистском съезде 1920 года, потребовав изменить руководящие принципы организации и сделать их строго капиталистическими. Попытка провалилась. Эта олигархическая структура за десять лет исчезла. Делегаты Базельского конгресса 1931 года принадлежали к политическим блокам с явными левыми, правыми и центристскими чертами. Этот сдвиг явился результатом появления в сионистском движении народных партий, представляющих массы. Наиболее заметными были левый блок во главе с МАПАЙ, аббревиатура от рабочей партии Эрец Исраэль, и правый блок во главе с ревизионистами. В начале этого периода сионистская организация, повенчанная триумфом со времен декларации Бальфура, находилась на пике своего могущества. Когда комиссия исполнительного комитета ВСО прибыла в Палестину в 1918 году, представители Ишува запросили членство в комиссии, ее председатель Вейтсман ответил отказом. Он утверждал, что исполнительный комитет представляет еврейский народ, а не маленькие славы Ишув. Эти отношения изменились, когда МАПАЙ стала лидером сионистской организацией в 1930-х годах и центр тяжести сионистской активности переместился из Лондона в Иерусалим. Это изменение было символически отмечено заменой немецкого на иврит в качестве разговорного языка. Автономия Ишува была построена вокруг Кнесет и Исрель, еврейского собрания, органа, объединявшего всех евреев Палестины, за исключением тех, кто не хотел вступать в него. Его члены избирали собрание представителей, которое, в свою очередь, избирало национальный комитет из своего числа. Кнесет и Исрель был разделен на религиозных и светских, правых и левых, умеренных и активистов, и так и не стал престижным и влиятельным центральным учреждением. Примером этих разногласий и их деструктивного воздействия на власть Кнесет и Исрель были споры по поводу права женщин голосовать и быть избранными. Женщины голосовали на выборах в Сионистский Конгресс и были избраны делегатами еще до того, как западные законодательные органы предоставили им это право. В Новом Ишуве повсеместно признавалось, что женщины имеют равный статус с мужчинами, но этот принцип был неприемлем для ультраортодоксов и их партии Агудат и Исрель. Они не хотели входить в состав органа, в избирательном процессе которого участвовали женщины. Этот вопрос был немаловажным, поскольку если бы ультраортодоксы покинули Кнесет и Исрель, этот орган не смог бы претендовать на всеобщее представительство евреев Палестины. Более того, до прибытия третьей и четвертой Алии в начале 1920-х годов старый Ишув имел значительный демографический перевес. Если бы ультраортодоксы ушли, то религиозно-сионистская партия Мицрахи, в учреждениях которой женщины голосовали и избирались, могла бы оказаться единственным религиозным представителем в Кнесет и Исрель. В этой ситуации она была бы вынуждена занять крайнюю позицию в религиозных вопросах, возможно даже выйти из Кнесета. Чтобы не выглядеть менее религиозной, чем ультраортодоксы, если религиозные партии уйдут, то светские правые и центристы окажутся в невыгодном положении по сравнению с левыми и тоже могут подумать о том, чтобы выйти из Кнесета. Таким образом, уход одной партии мог вызвать цепную реакцию. Динамика добровольной организации, поддерживаемая консенсусом, требует компромисса между ее членами для сохранения общей структуры. Поэтому в первые годы действия мандата выборы собрания представителей постоянно откладывались в надежде достичь компромисса, который обеспечил бы участие ультраортодоксов без ущерба для принципа равенства женщин, считавшегося краеугольным камнем Нового Ишува. В апреле 1920 года несоблюдающие евреи во главе с левыми сионистами победили на первых выборах подавляющим большинством голосов, даже несмотря на то, что ультраортодоксальным мужчинам было разрешено голосовать на отдельных избирательных участках, где каждый голос засчитывался как два. Второй голос отдавался их женам, которые проголосовали, не голосуя. Результат ошаломил ультраортодоксов, которые сразу же заявили о своем уходе. Все попытки договориться с ними потерпели неудачу, и они остались за пределами Кнессет и Исрель. Выборы во второе собрание представителей в 1925 году были проведены в соответствии с избирательной конституцией, которая предоставила женщинам полное равноправие, что положило конец длительным и обременительным переговорам, не принесшим престижа Кнессет и Исрель и его учреждениям. В 1928 году британцы приняли закон об общинах, признав власть главного раввината во всех вопросах, касающихся еврейской религиозной жизни и личного статуса. Этот закон также включал положение Кнессет и Исрель. Агудат и Исрель потребовал от властей право на создание отдельной общины, которая не признавала общие институты Ишува. И оно ему было предоставлено. Слабость этих институтов, представляющих еврейскую автономию, повлияла на их статус как внутри Ишува, так и за его пределами в отношениях Ишува с британцами. Произошел переход власти и престижа от общих институтов к тем, которые представляли определенные группы. Хистадрут, всеобщая федерация рабочих Израиля, политические партии и исполнительный комитет сионистской организации. Это были структуры, способные собрать сторонников, мобилизовать массы и сформулировать общественную повестку дня. Другими важными органами были муниципалитеты и местные советы, которым правительство разрешало взымать налоги, а Кнессет и Исрель. Таких полномочий предоставлено не было. В начале периода мандата в Ишуве было три основных блока. Левый, нерелигиозный, правоцентристский и религиозный. После отказа несионистских ультраортодоксов от участия в жизни Ишува, только партия Мицрахи осталась в сионистском лагере как активное, но слабое религиозно-сионистское образование. Существовали отдельные этнические организации, представлявшие сефардов и еменских евреев, также входившие в религиозный лагерь. Однако националистическая идеология не одобряла такие организации, которые рассматривались как представляющие интересы отдельных общин, а не общее дело сионизма. На протяжении многих лет клеймо этнических организаций препятствовало созданию этнических партий. Правоцентристский блок был разделен на две опоры власти. Муниципальная власть во главе с муниципалитетом Тель-Авива и союз фермеров, представляющих фермеров из старых мошавов. У светских правых была либеральная философия и сионистский подход, но они не имели последовательного мировоззрения, организационной структуры или решительного руководства. Союз фермеров страдал от конфликта интересов между фермерами из процветающих плантаций мошавов и фермерами из более бедных мошавов Галилеи. В то же время полемика вокруг борьбы за еврейский труд отдаляла фермеров от либерального центра и интеллигенции, которая была склонна соглашаться с позицией рабочих. Следовательно, было мало шансов, что появится какое-либо политическое образование, чтобы представлять центристов, имеющих значительное демографическое и экономическое значение. Начиная с 1919 года, развивался медленный процесс, приведший к консолидации рабочих и завершившись основанием партии Мапай в 1930 году. Первым этапом этого процесса было объединение в 1919 году большинства членов партии Пололай Цион, периода Второй Алии, с теми, кто был известен как так называемые беспартийные рабочие, в основном представлявшие профсоюзы сельскохозяйственных рабочих, основанные в тот же период инициаторами и лидерами Ахдуд Хаафода, сионистско-социалистического профсоюза, были Давид Бен-Гурион, лидер Пололай Цион, который во время войны был в изгнании в Соединенных Штатах, и Берл Кацнельсон, лидер беспартийных. Союз был провозглашен под знаменем всеобщего единства рабочего лагеря, но так и не был создан, потому что партия Хапо-Эль-Хадзаир отказалась самораспуститься и присоединиться к новому политическому образованию. Основным мотивом этого объединения было желание встретить новую волну иммиграции, сплоченной системой, способной принять новоприбывших. В стране иммигрантов каждая новая волна иммигрантов представляла собой вызов. Предшествующая волна уже сформировала модели и нормы поведения и стремилась создать условия, чтобы новая волна влилась, а не разрушила все. Эта динамика проявилась уже накануне Третьей Алии и Ахдот Ха-Афода должна была познакомить иммигрантов Третьей Алии с социальной и поселенческой доктриной Второй Алии и убедиться, что новоприбывшие ее приняли. По мере того, как эти иммигранты принимали идеологию Второй Алии, от них также ожидалось, что они окажут политическую поддержку новой партии, тем самым увеличив ее влияние в Ишуве. По этой же причине КПЛ Хадзайр отказалась расформироваться. Распространился слух, что ячейки ЦИРАЙЦИОН, цианистская популистская молодежная организация, уже созданная в Европе, скоро в большом количестве приедут в Палестину и присоединятся к ней, тем самым увеличив мощь Хапуэль-Хадзаир. Однако люди Третьей Алии, принятые двумя партиями, конкурирующими за их поддержку, предпочли создать свои собственные общественные организации, такие как Гедут-Ха-Афода и Хасхомер-Хадзаир. Таким образом, неудивительно, что организации Третьей Алии составили движущую силу в формировании совместной организации, которая будет в дальнейшем представлять все рабочие партии и способствовать абсорбции эмигрантов и созданию трудовых поселений. В декабре 1920 года была основана всеобщая федерация еврейских рабочих земли Израиля, известная как Кистадрут, у которой было два основных подразделения, строительный отдел, предназначенный для обустройства страны посредством поселений, кооперативов и подрядов, и профсоюзный отдел, представляющий работников перед работодателями. Строительный отдел, такой единственный среди рабочих организаций во всем мире, отражал его предполагаемую центральную роль в реализации сионизма. Профсоюзный отдел был похож на остальные в других странах, но имел дополнительные функции, проистекающие из особой ситуации в Палестине. В стране, где не было механизмов для абсорбции новых иммигрантов, не было родственников, которые помогли бы им в начальный период, Кистадрут сыграла ведущую роль в оказании помощи в обустройстве новоприбывшим, членство Кистадрут предоставило новым иммигрантам доступ к бирже занятости Кистадрут, которая делила рабочие места между старожилами и новичками. Ее члены получали медицинскую помощь из больничной кассы Кистадрут. Рабочие кухни в крупных городах обеспечивали одиноких молодых людей, оставшихся без дома и семьи, недорогой готовой пищей. В культурных центрах Кистадрут работники могли почитать газету или книгу и пообщаться с другими молодыми людьми. Спасение от одиночества, особенно для тех, кто эмигрировал самостоятельно и не был частью организованной группы, поселение считалось привилегией. И в Кистадрут следили за тем, чтобы ни одна группа первопроходцев не переступила черту. Это давало надежду на будущее. В городах были построены не только жилые дома для рабочих, но даже школы и учреждения культуры. Отношения между Кистадрут и ее членами основывались на подчинении ее членов системе политической поддержки, которую они оказывали ей взамен принятии ее ценностей. В отличие от правых и центристов, лишенных какого-либо ясного политического самосознания, левые консолидировались вокруг идеологии, использующей социалистические образы. Философ и библеист Изе Хаскель Кауфман утверждал, что еврейско-палестинские левые отличаются от европейских. Несмотря на то, что сыпал социалистическими лозунгами, он действовал как первопроходец в строительстве страны, то есть выполнял национальную миссию. Рабочие создали еврейский рабочий класс, жизненно важную основу для построения прочного еврейского общества. Для этого они принимали новых иммигрантов, хотя последние соперничали со старожилами, они боролись за еврейский труд, чтобы обеспечить минимальные условия, необходимые еврейскому рабочему для интеграции в страну, и создавали поселения в местах, куда частный капитал отказывался вкладывать средства. Таким образом, организация рабочих была жизненно важна для поглощения иммигрантов и расширения еврейского влияния в стране. — Рабочее движение, — писал Кауфман, — в своей войне за застойные условия труда, в своей войне за еврейский труд, а также в своих забастовках, выполняет национальную миссию благодаря своей организации, своему стремлению к общинным формам поселения, несмотря на всю дикость, царящую здесь. Однако использование рабочим движением социалистических символов привело к усилению напряженности в отношениях между левыми и правыми в Палестине, что Кауфман назвал психологической классовой войной. Кистодрут использовала эти символы и столкновения между левыми и правыми для консолидации своих приверженцев и способствовала формированию широкой идеологической социальной солидарности. В период, когда у Ишува не было законного механизма для вербовки членов, энтузиазм, политическая лояльность и отождествление движением стали наиболее важными инструментами мобилизации. Кистодрут знали, как превратить экономическую и социальную зависимость своих членов в первоклассный инструмент вербовки для решения как сионистских, так и других политических задач. Городские рабочие обеспечивали массы, принимавшие участие в политических митингах и других мероприятиях, требовавших нерегулярного участия, в то время как члены кибуцев предлагали неистощимый запас активистов, готовых записаться для выполнения долгосрочных заданий. Из кибуцев вышли эмиссары движения «Хэхалутц», в диаспоре активисты «Хаганах», добровольцы для проведения нелегальных иммиграционных акций и так далее. В 1925 году на политической арене появилась новая партия — ревизионисты во главе с Владимиром, Зеевом Жаботинским. Жаботинский ушел из исполнительного комитета ВСО в 1923 году после политических разногласий с Вейтсманом. Жаботинский считал, что общественное давление может вынудить Великобританию установить так называемый «режим колонизации» в Палестине, то есть режим, который будет активно помогать в строительстве национального очага, создавая соответствующие экономические и политические условия. Вейтсман, возглавлявший сполком ВСО, считал, что самое большое, чего могут добиться сионисты, — это предотвратить политику, которая остановит развитие национального очага. В то время взгляды активистов Жаботинского совпадали с представлениями Ахдуд Хаафода, но население сельскохозяйственных рабочих поселков зависело от средств сионистской исполнительной власти, поэтому, несмотря на воинственную риторику рабочих, их политика была умеренной, и они выступали против Жаботинского по каждому конкретному вопросу, который поднимался со своей стороны Жаботинский, понимал зависимость рабочих от исполнительного комитета. В письме Оскару Грузенбергу, известному еврейскому адвокату, предложившему ему основать свое движение по поддержке рабочих, Жаботинский описал молодых людей, обращающихся в рабочую группу как «умную молодежь, стремящуюся к самосовершенствованию через простоту, являющуюся лучшим колонизирующим материалом в мире». Тем не менее, — добавил он, — поскольку они были экономически зависимы от людей, владеющих кошельками, они не стали бы сотрудничать с кем-то вроде него, который стремился подорвать существующие порядки в сионистском движении. Как строители они достойны уважения и отличия, но как политический фактор являются нашей так называемой «черной сотней». Имеется в виду ультрареакционное движение в России. Поэтому Жаботинский ориентировал свою партию на еврейский средний класс в Польше, представляющий националистическую еврейскую молодежь. В отличие от социалистической риторики символов левых, Жаботинский принял символы, которые превозносили нацию и требовали подчинения классовых интересов национальным. В дебатах, которые продолжались во время четвертой алии, следует ли строить страну за счет частного или национального капитала, Жаботинский встал на сторону первого. В отличие от рабочих, утверждавших, что только они — первопроходцы страны, именно так их воспринимала большая часть сионистской общественности, Жаботинский представлял мелкую буржуазию как еще одного борца за звание воплотителей сионистской идеи. Он потребовал, чтобы рабочие воздерживались от забастовок и согласились с обязательным арбитражем и нейтральной биржей труда, не принадлежащей ни работодателям, ни наемным работникам, а также чтобы работодатели избегали локдаунов и использовали только еврейскую рабочую силу. Он утверждал, что заработная плата должна определяться экономическими возможностями. В отсутствии обязательного социального законодательства эти требования равносильны уступкам по отношению к рабочим. Жаботинский был блестящим оратором с пламенной риторикой и тонким политическим чутьем. Он умел формулировать броские лозунги. «Железная стена» была батальоном, который он стремился создать под британской эгидой, чтобы не дать арабским националистам помешать евреям построить страну. Его лозунг «Одно знамя» или «Монизм», в отличие от «Шаатнеза», несочетаемой, так сказать, смеси, пропагандировал полностью националистическое мировоззрение вместо рабочего сочетания национализма и социализма. «Да, мешай им!» Поддерживало срыв забастовок Хистадрут. Все эти фразы были предназначены для консолидации его блока, молодежное движение которого Бетар, акроним от Брит Йосеф Трумпальдор, союз имени Иосефа Трумпальдора, было основано в Восточной Европе и находилось под влиянием польского правого национализма. Жаботинский не делал упор на социально-экономической идеологии своего движения, но принял ее из-за политической необходимости определить свою партию по отношению к рабочим, а также потому, что этого требовал общепринятый дискурс этой эпохи. Его интересовала прежде всего политическая доктрина. Жаботинский ратовал за создание еврейского государства и считал, что это вполне достижимо. Нужно только склонить на свою сторону европейское общественное мнение и, в частности, заручиться поддержкой Британии. На Сионистском конгрессе 1931 года, вскоре после публикации письма Макдональда, он потребовал, чтобы Конгресс объявил создание еврейского государства конечной целью сионизма. Тогда подобное заявление считалось провокационным и ненужным. Когда Конгресс отклонил его, он демонстративно порвал свою карточку делегата и вышел из зала. С этого времени он вознамерился исключить ревизионистов из сионистской организации. Окончательно они вышли из в 1935 году. Ревизионисты были одной из двух сил, представлявших массы на этом конгрессе. Другой силой была Мапай, образованная в 1930 году в результате слияния Ахдуд-Хаафода и Хапуэль-Надзаир. Рабочие имели большую электоральную силу на съезде, но разница между рабочими партиями и ревизионистами не была значительной, поскольку остальные центристские и правые партии поддержали ревизионистов, сделав их ведущей партией правого блока. Отныне ревизионисты и так называемые рабочие сионисты боролись за гегемонию над сионистской организацией. Это соперничество разворачивалось главным образом в Польше, где оба движения боролись за влияние среди еврейских масс. В результате экономических трудностей и роста антисемитизма тысячи польских евреев присоединились к сионистскому движению. В то же время борьба между двумя движениями в Палестине пошатнула сионистский консенсус и обнажила слабость общества добровольцев перед лицом решительных идеологических групп. Источником силы сионистской организации было ее право представлять движение перед мандатными властями. Например, помогая отбирать иммигрантов в категории рабочие каждые шесть месяцев в соответствии со списками. Мандатное правительство устанавливало правила, но именно так называемое Палестинское бюро в каждой европейской стране составляло списки иммигрантов. Эти бюро были укомплектованы представителями организаций партий, исходя из их пропорционального представительства в сионистском конгрессе. До начала 1930-х годов отбор иммигрантов был не столь жестким, поскольку кандидатов было немного. Но когда гонения на евреев усилились и иммиграционное давление повысилось, в процессе отбора все чаще стали звучать заявления о политической дискриминации. Право отбирать иммигрантов давало исполнительному комитету еврейского агентства огромную власть. Но у этой власти были пределы, потому что агентство можно было обойти. Если агентство поступало своевольно, работодатели Ишуа могли напрямую обращаться к мандатному правительству с просьбой предоставить иммиграционные сертификаты. В 1933 году Жаботинский попытался поступить так, заключив соглашение с фермерской организацией работодателей Ханатеах. Ханатеах должна была обратиться в мандатное правительство за иммиграционными сертификатами и выдать их членам Бетар. Приказ Бетар номер 60 предписывал своим членам не обращаться в отделение Палестинского бюро за сертификатами, а ждать сертификатов из Ханатеах. В том же году представитель Союза фермеров подал в мандатное правительство запрос на сертификаты для рабочих, которых выбрал профсоюз. Не пылких молодых социалистов, а семейных скромных фермеров с Карпат. Таким образом, фермеры и ревизионисты стремились подорвать прерогативу агентства при отборе переселенцев из категории рабочих, утверждая, что все люди, прибывающие в Палестину, одного социалистического покроя. Поскольку половина иммигрантов из этой категории были выпускниками учебных ферм Хэхалуц и идентифицировали себя с левыми, социалистам действительно был отдан приоритет. Эти попытки обойти сионистскую организацию не увенчались успехом, поскольку лишь незначительно увеличили количество иммигрантов, однако серьезно обострили межпартийную вражду. Ревизионисты продолжали бороться с авторитетом еврейского агентства, бойкотируя сионистские фонды и заставляя сотни тысяч евреев подписать петицию, призывающую британское правительство изменить свою политику в Палестине. Петиция нарушала монополию еврейского агентства в проведении сионистской политики. Ревизионисты сосредоточились на подрыве власти Хистадрут. Признавая ее авторитет как источник власти и среди рабочих, и среди работодателей, они оспаривали ее претензии на то, чтобы быть единственным представителем рабочих распределять рабочие места. Их действия включали в себя срыв забастовок, организованных Хистадрут, отправляя рабочих бетар в качестве штрейбрехеров. Они утверждали, что забастовки были организованы для того, чтобы усилить, так сказать, организованный труд, то есть создать монополию Хистадрут, а не для разумных целей улучшения условий труда или продвижения еврейской рабочей силы. В первой половине 1930-х годов напряженность между левыми и правыми, фермерами и рабочими достигла пика и переросла в уличные столкновения. Эти события можно понять только в контексте того, что происходило в Европе в те годы. Приход нацистов к власти в Германии, репрессии против левых и подъем фашизма в других европейских странах, латентная гражданская война в Ишуве и взаимные упреки были локальным отражением европейских правых и левых и их кровавой борьбы. Напряженность в Ишуве и вспышки уличного насилия угрожали разрушить внутреннюю солидарность. В июне 1933 года глава политического отдела еврейского агентства Хаим Орлазоров был убит на пляже в Тель-Авиве. Орлазоров был блестящим молодым человеком, на которого ревизионисты устроили покушение из-за его переговоров по соглашению о трансфере с нацистской Германией. В его убийстве подозревались члены Бетар. Накал борьбы обострился до новых высот. Бетар и его сторонники заявили о так называемом «кровавом навете», в то время как левые считали их убийцами. В 1934 году была предпринята попытка достичь соглашения между Бен-Гурионом, сменившим Орлазорова в исполнительном комитете еврейского агентства, и Жаботинским, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Удивительно, но два лидера нашли общий язык и духовную близость. Но это соглашение было отклонено референдумом Хистадрут. Похоже, что рядовые члены заразились взаимной пропагандой ненависти даже больше, чем лидеры. Тем не менее, этот эпизод ознаменовал собой начало более умеренной борьбы на Палестинской улице. Сионистский конгресс 1935 года в Люцерне проводился под лозунгом «Мир в Ишуве», за которым последовал процесс примирения сначала между Мапай и религиозно-сионистской партией Мицрахи, исторический союз, продержавшийся до 1977 года, а позже между исполкомом ВСО, властью и фермерами. Мапай пришлось уступить часть своей власти в обмен на поддержку фермеров и их сторонников, к примеру, ступки, сделанной ради укрепления консенсуса. Когда разразилось арабское восстание и начался экономический кризис, от которого пострадали фермеры, обе стороны искали точки соприкосновения. В последующие годы политические споры в Ишуве не утихли, но попытки обойти сионистскую организацию и обратиться непосредственно к мандатному правительству прекратились. Рабочее движение заняло доминирующее положение сионистской организации благодаря выходу ревизионистов из сионистской организации и основанию новой сионистской организации НСО. Однако возник прецедент отделения и раскола. В то время, как в 1920-х годах в центре напряженности были дебаты о роли частного и национального капитала в строительстве страны, в первой половине 1930-х годов основной вопрос заключался в том, какие иммигранты лучше всего подходят для строительства страны и кому следует отбирать их. Также затрагивался вопрос о еврейском труде и трудовых отношениях в Ишуве. В то же время велись дебаты о политических методах сионистской организации. Должна ли она попытаться противостоять британцам или просто сделать все возможное, признавая власть мандатной администрации? Все эти вопросы упирались в дилемму, будет ли принята власть большинства или нет. Каждый раз, когда фермеры, ревизионисты или ультра-ортодоксы оказывались в невыгодном положении по сравнению с большинством, они искали способы обойти эту ситуацию. В отсутствие конституционного правления большинство было вынуждено пойти на компромисс с меньшинством, желая сохранить целостность системы. Так, например, в то время как предписание о мандатных муниципалитетах давало жителям право голоса без имущественного ценза, Мапай согласилась с определенным цензом в Машавах, чтобы сохранить мир. Она также согласилась с учреждением национальных бирж занятости, которые обеспечивали равное распределение работы между всеми работниками, включая тех, кто не был членом хистодрут. Кризисы конца 1930-х годов, подчеркнувшие необходимость национальной дисциплины, работали в пользу исполкома сионистской организации. Однако каждый раз, когда исполком хотел выступить единым фронтом либо перед властями, либо перед мировым общественным мнением, например, во время дачи показаний перед UNSCOP, он был вынужден пойти на уступки партии Агудат и Исрель или фермерам, чтобы сохранить единогласие. Во второй половине 1930-х годов споры о национальном самоуправлении сосредоточились на вопросах безопасности. 1920-е годы были свидетелями создания Хаганах, гражданского ополчения, функции которого были переданы хистодрут после ее основания. До 1936 года Хаганах не уделялось должного внимания, что отражалось в скудных ресурсах, выделяемых на него в сионистском бюджете. В 1931 году отдел Хаганах, известный как Лргун-Бэ, организация БЭТ, вышел из его состава, заявив, что Хаганах недостаточно активен. Члены Ильргун-Бэ были в основном правого толка. После начала арабского восстания Хаганах достигло соглашения с Ильргун-Бэ, большинство членов которого вернулись в Хаганах. Однако меньшинство из них, члены БЭТАР, основали ЭЦЕЛЬ. Аббревиатура от ЭЦЕЛЬ, ЛРГУН, СФА и ЛОИМИ. Национальная военная организация на английском языке была сокращена до Иргун, которая признавала только авторитет Жаботинского. Осенью 1937 года ЭЦЕЛЬ нарушила политику сдержанности, проводимую Хаганах, в соответствии с инструкциями исполкома ВСО. Подразумевалось, что евреи не будут совершать террористические акты в ответ на арабские злодеяния. Таким образом, сионистская исполнительная власть стремилась заручиться поддержкой мандатного правительства в подавлении арабского восстания и даже в создании еврейских сил обороны. Вопрос о монополии на применении силы стал камнем преткновения между Ишувом и теми, кто стал известен как так называемые «раскольники». В последнее десятилетие мандата это стало одной из самых острых проблем в отношениях большинства и меньшинства. ЭЦЕЛЬ, а позже и ЛЕХИ, аббревиатура от ЛОХАМА ГЕРУД ИСРЕЛЬ, борцы за свободу Израиля, или, как их называли британцы, так называемая Банда Штерна, возглавляемая Авраамом Штерном и основанная в 1940 году экстремистской группой отколовшейся от ЭЦЕЛЬ, были подпольными организациями, неподконтрольными гражданским властям. Они считали себя боевым авангардом, несущим на своих плечах освобождение нации и были подотчетны только себе. После смерти Жаботинского в 1940 году они даже отказались признать авторитет ревизионистского движения. Независимая деятельность этих подпольных организаций подорвала власть исполнительного комитета и повредила его политической репутацией. Исполком попытался изолировать подпольные организации от их правых сторонников, согласившись создать так называемое национальное командование, в котором левые отказались от своего статуса большинства и разделили лидерство наравне с другими группами Ишуа. Взамен правые группы согласились на национальное командование, вместо существующей фрагментированной региональной структуры Хаганах. Моше Сне из партии «Всеобщие сионисты», который только недавно сбежал из Польши в Палестину, был назначен главой национального командования. Но все попытки создать структуру, которая стала бы обязательной для подпольных организаций, должны были быть представлены правыми в национальном командовании, потерпели неудачу. Попытки Хаганах как самостоятельно, так и совместно с мандатными властями усмирить эти организации провалились. До создания государства руководству еврейского агентства не удавалось получить монополию на применение силы евреями. Применение силы было серой зоной в делах исполнительного комитета еврейского агентства. Его главе было поручено вести дела с мандатным правительством, и он был обязан неукоснительно соблюдать закон. Было немыслимо, чтобы такой орган занимался какой-либо подпольной деятельностью. Следовательно, Хаганах официально не была связана с сионистским исполкомом. Первоначально ею руководила хистодрут, а затем национальное командование. На самом деле, с начала 1930-х годов, после того, как Мапай присоединилась к руководству еврейского агентства, и особенно после того, как Бен-Гурион присоединился к нему в 1933 году, преобладала двусмысленная ситуация. Глава исполнительного комитета еврейского агентства якобы был ни при чем, но Хаганах приняла его авторитет. В Мапай небольшой круг людей не имел официальных должностей сионистской исполнительной власти, но им было поручено инструктировать и руководить военизированными формированиями. Самыми значимыми из них были Берл Кацнависон и Элиаху Голомб. Во времена военного сотрудничества с властями, например, во время арабского восстания и первых двух лет мировой войны, двусмысленность несколько разрешалась, хотя Хаганах никогда не отказывалась от своей независимости и самостоятельной структуры. В периоды конфликтов и беспорядков, например, после публикации «Белой книги» 1939 года и после мировой войны, Хаганах уходила глубже в подполье. Тем не менее, власти хорошо знали о ее связи с исполнительным комитетом еврейского агентства. Не случайно во время британской военной операции «Черная суббота» официальное название «Операция Агата» в июне 1946 года правительство арестовало всех лидеров Хиста Друт и членов сионистского исполкома, до которых ему удалось дотянуться. Еще одной серой зоной деятельности сионистской исполнительной власти была нелегальная эмиграция, которая началась с организации «Хэхалутс» в Польше. Долгое ожидание, прежде чем евреи смогут эмигрировать, натолкнуло участников на мысль, чтобы доставить в Палестину корабли с нелегальными эмигрантами без ведома властей. Эта идея была подхвачена движением «Бетар», которая из-за схемы Жаботинского обойти администрацию еврейского агентства для получения иммиграционных сертификатов вовсе потеряла право на их получение. В течение 1930-х и вплоть до 1941 года «Бетар» организовала несколько судов для нелегальных эмигрантов. В качестве прикрытия для нелегальной эмиграции также использовался туризм на Макабиаду 1935 года. Многие люди, приехавшие в Палестину в качестве туристов, остались там нелегально. Исполнительный комитет еврейского агентства двусмысленно относился к этим операциям, ограничивавшим единственные прерогативы, которыми оно располагало – подбор иммигрантов в категории рабочих. И делал иммиграцию менее избирательной, тем более что в любом случае более половины иммиграционных виз не подпадали под контроль исполнительной власти. Более того, мандатные власти вычли количество нелегальных эмигрантов из иммиграционной квоты, что стало еще большим ударом для исполкома. Однако после 1938 года, когда мандатная администрация начала ограничивать эмиграцию по политическим мотивам, Бен-Гурион перестал выступать против нелегальной эмиграции и начал ее поддерживать. На 21-м сионистском конгрессе в Женеве Берл Кацнельсон выступил с речью в поддержку нелегальной эмиграции, что вызвало одобрение у Бен-Гуриона. С тех пор исполнительный комитет открыто поддерживал как легальную, так и нелегальную эмиграцию. После мировой войны нелегальная эмиграция стала одним из основных инструментов исполкома ВСО в борьбе с британскими ограничениями на эмиграцию евреев. Эта стратегическая двусмысленность политики сионистской исполнительной власти между скрупулезным соблюдением закона мандата и его игнорированием, когда критически важные национальные интересы висели на волоске, была принята большинством Ишува, но не всеми. Некоторые группы считали, что такая политика наносит ущерб репутации движения, и одобряли действия, подрывающие его авторитет. Однако исполнительный комитет Всемирной сионистской организации во главе с Бен-Гурионом сумел достичь общенационального консенсуса. Хотя этот консенсус был оспорен как правыми, так и левыми силами, он содержал эмоциональные, психологические и организационные основы, позволившие мобилизовать большинство институтов, организаций, групп Ишува на борьбу за независимость. Была признана власть еврейского агентства, что стало нормой, так что немногие уклонисты рассматривались как наносящие ущерб национальному единству. Одним из проявлений этой нормы стало осуждение раскольников. В последнее десятилетие действия мандата подавляющее большинство в Ишуве отождествляли себя с борьбой за еврейское государство, хотя большая его часть приехала в Палестину всего несколькими годами ранее и не придерживалась ярко выраженной сионистской идеологии. Для большинства это была невольная форма идентификации, только избранные группы зарекомендовали себя рьяными активистами, и все же это всеобщее единение под знаменем националистических целей стало тем связующим элементом, который позволил иммигрантскому обществу слиться с ядром зарождающегося государства. Глава шестая Ишув Общество, культура и дух В 1922 году поэт Давид Шиманович опубликовал стихотворение, ставшее девизом «Не слушай, сын мой, назидание твоего отца! Не прислушивайся к учению твоей матери!» Ибо Строка за строкой Наставление отца И учение матери Медленно, но верно А весенняя буря Говорит правду Внимай, муж, Песни сына! Это стихотворение, Опубликованное в Варшаве, Олицетворяет Молодежный протест Бывший частью сионистского опыта, Прежний иудаизм Казался старомодным И нездоровым, Неподходящим для нового мира, Зарождавшегося после Первой мировой войны. Старый еврей, Еврей из диаспоры, Изображался как психологически ущербный, Физически слабый, Склонный к Буквально Воздушный бизнес, Означающий торговлю в разнос, Посредничество И участие в других Сомнительных делах, Чуждый природе И чему-либо Естественному и спонтанному, Материалистическому, Не способный действовать Во имя чего бы то ни было, Кроме своих непосредственных интересов, Новый еврей Должен был стать Полной противоположностью, Нравственной, Культурной личностью, Руководствоваться идеалами, Восстать против Унижающей достоинства реальности, Свободный, Гордый человек, Готовый сражаться За свою собственную честь И честь нации, Стремясь к свободе И равенству между народами, Любуясь красотой природы, Открытыми пространствами, Новый еврей Должен отказаться От удовольствий Лицемерного буржуазного мира, Скованно устаревшими условностями, И искать новые жизненные ценности. Преданность коллективу Соответствовала основным принципам, Сохраняя верность себе, Жить в простоте, Честности, Воплощая свои мечты. Новый еврей Стремился к равенству, Справедливости и правде В человеческих отношениях, И был готов Погибнуть за них. Подобный тип мышления Был присущ тем, Кто безоговорочно Посвятил себя Революционным Или национальным движениям. Он представляет собой Перенос моделей мышления И поведения, Характерных для религиозных сект, В светский мир. Такой идеализм обычно Нравится молодежи. И действительно, Сионистское движение Было, по сути, Молодежным движением, Привлекавшим также и взрослых. Сионистский первопроходец, Солдат-доброволец В борьбе за нацию, Молодой Мужчина или женщина, Он или она Посвятили свою жизнь Вдохновляющему опыту Самопожертвования Ради высоких идеалов. Стихотворение Шимановича Отражает культ молодежи, Который был неотъемлемой частью Этого движения. Эти молодые мужчины и женщины Отвергли существующее общество, Чтобы создать общество будущего. В такой ситуации Движение заменяет И общину, и семью. А группа сверстников Становится единственной группой, На которую можно положиться. Настоящая становится Проспектом, ведущим в будущее. Отказ от материальной собственности Становится обрядом посвящения В новое общество. Развод, так сказать, С общиной, Семьей и домом Символизирует отказ От старых привязанностей Ради завета верности Новому обществу. Уриц В. Гринберг Провозглашал в стихотворении Армия труда. «О, мама! Знай, что если ты увидишь меня, Ты больше не узнаешь меня. Я с теми, кто идет босиком по пустыне. Бедность здесь ходит в короне Из чертополоха и в мантии, И несет большой золотой скипетр На берегу Средиземного моря!» Новая идентичность брала на вооружение Старые еврейские образцы, Изменяя их значение. Так поэт Авраам Шленский Благословляет дорожные работы. «Одень меня, добрая мать, В великолепную разноцветную одежду, И на рассвете приведи меня К моему труду! Моя земля окутана светом, Как молитвенной шалью, Дома выступают, как фасады, И дороги, вымощенные вручную, Текут вниз, как ремни филактерий!» Аури Цвигринберг провозглашает. «Иерусалим — налобные филактерии, И Энек — наручная!» Новая идентичность создала Свои собственные разнообразные Тексты и символы, Стихи, песни, лозунги, Образы жизни. Новое общество было основано На искренности человеческих отношений. Люди говорили то, Что они имели в виду, И имели в виду то, Что они говорили. При том аскетическом образе жизни Бедность и лишение Наделяли людей особой ценностью. Это было общество, Жившее в крайнем напряжении. День за днем его члены Проверяли свою верность На прочность как в собственных глазах, Так и в глазах своих сверстников. Только молодые люди, Энтузиазм которых позволил им Сменить одну культуру на другую, Одно общество на другое, Могли жить в таких условиях. Преобразование старых евреев В новых Было основано на идее Так называемого Отрицание диаспоры. Эта идея Возникла у отцов сионизма Пинскера и Герцля. И их веры в то, Что евреи в диаспоре Были в меньшинстве, В экзистенциальной опасности, Поэтому им нужна была родина. Авраам Мапу, Гордон и Эл, Давид Фришман и Менделе Мойхерсфорим, Шолем Абрамович, Все несионистские писатели и поэты Также опирались на эти Основополагающие идеи. Они отвергли еврейский образ жизни В диаспоре, продолжая Линию критики, направленную Против него всеми движениями, Стремившимися модернизировать Еврейскую улицу Со времен Хаскалы. Они изображали Вырождавшееся еврейское общество И призывали К продуктивизации, Секуляризации и образованию. Бердичевский и Бреннер Помимо этого Призывали к ментальной И психологической трансформации Так называемому Изменению ценностей В духе виталистической философии, Превознося приземленность Над духовностью, Возделывание почвы В противоположность жизни Вдали от природы, Мужественность В противоположность трусости. Чем больше первопроходцы Были очарованы Утопическим видением Другого, более справедливого Общества, Тем яростней была Их критика общества, Из которого они вышли. Чем суровее Была действительность Палестины, И чем больше жертв Она требовала от них, Тем важнее для них Было преодолеть Желание вернуться домой. Так называемый дом Все еще существовал В Восточной Европе, И семьи часто убеждали Сыновей или дочерей Вернуться в родное гнездо. В популярном стихотворении Авигдора Хамэри «Two letters» Два письма Сердечная разлука Получила свое лирическое выражение. Мать пишет «Моему доброму сыну в Иерусалиме Твой отец умер, Мать больна, Возвращайся домой в диаспору». И сын отвечает «Прости меня, Моя больная мать, Я никогда не вернусь в диаспору. Если ты действительно любишь меня, Приди сюда и обними меня». Далее следует Символ веры сионизма «Я больше не буду скитальцем! Я никогда не сдвинусь с места! Я не сдвинусь с места! Я не сдвинусь с места! Нет!» Необходимость Повторять клятву верности Снова и снова На самом деле Указывает на слабость. Чтобы поддержать Энтузиазм молодежи И ее преданность делу, Писатели и поэты Описывали европейские Так называемые Местечки Как человеческое Национальное И культурное Дно Источник слабостей, Не позволяющий евреям Достичь утопии С заглавной буквы. Вероятно, Самыми резкими критиками Диаспоры были Менделе и Бреннер С горьким Сарказмом Описавшие Все беды Еврейской общины Ее зависимость От неевреев Слабость И убожество Поселенцы Вышедшие Из диаспоры Знали Ее реалии Поэтому Их собственный Опыт Смягчал Литературное Влияние Иначе Обстояло Дело С теми Кто родился И получил Образование В Палестине Для них Литературная Карикатура Отражала Реальность Разительно Отличавшуюся От свободной Жизни В Палестине В худшую Сторону На самом деле Менделе И Бреннер Неоднозначно Относились К диаспоре Поскольку Она отражала Их собственный Жизненный Опыт И их Народ Несмотря На резкую Критику Евреев Диаспоры В конце Концов Они Отождествили Себя С ними И любили Их Однако Рожденные В Палестине Восприняли Критику Без той Любви Которая Смягчила Ее Первопроходец Был моделью Используемой Для идеологической Обработки Молодежных Движений Возникших В Восточной Европе В период Между Двумя Мировыми Войнами Эта Идеальная Фигура Служила Символом Привлекавшим Идеалистически Настроенных Молодых Людей Для Сионистского Движения Источников Образа Первопроходца Было Два Русский Народник Революционер Который Оставил Дом И семью И вел Жизнь Полную Самоотдачей И самопожертвованием Ради Революции Вдохновлял На новаторство Как образ Жизни Не смелым Революционер 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 Вторым Источником По всей видимости Был Хасидизм Также Ценивший Энтузиазм Готовность Отказаться От материального Мира И преданность Общине Верующих Другие Источники Вдохновения Включали Польское Национальное Движение Которое Повлияло На формирование Бетар Разница Между Пионером Бетар И пионером Левых Движений Заключалась В конечной Цели Их Идеологической Обработки В то время Как член Бетар Был призван Выполнять Любую Миссию Необходимую Для реализации Сионизма Особенно Военную Левые Молодежные Движения Направляли Своих членов Сельскохозяйственные Поселения Предпочтительно На границе Для жизни В кибуцах Дух Поселенца Был Мощным Он Ставил Перед Молодым Человеком Конкретную Миссию Важность Которая Никогда Не вызывала Сомнений И не ослабевала Со временем Сила Этого Духа Очевидна Даже Несоциалистические Движения Такие Как Хапо Эль Хамидсрахи Также Ратовали За то, Что Вы Их Члены Селились В Кибуцах Труд На границах Стал Ведущим Сионистским Начинанием Того Времени Даже Бетар Внесло Свою Лепту И попыталась Создать В Машавах Трудовые Бригады Культ Молодежи Был Неотъемлемой Частью Представления О новом Еврее Взрослые Люди Как в Палестине Так и В диаспоре Считались Так называемым Поколением Пустыни Которые Не доживут До возвращения В землю Обетованную То есть До реализации Сионизма Молодые Люди Выросшие В свободе Принесут Искупление В своем Стихотворении Кред Я верую Шаул Черняховский Восхваляет Будущее Поколение В Палестине И тогда Свободный Мощный Зацветет И мой Народ Он Расторгнет Цепи Рабства Полной Жизнью Заживет Заживет Не в грезах Только Не в одних Лишь Небесах Песню Новую О жизни На земле О лучших Днях Предполагалось Что это Поколение Обладает Здоровыми Инстинктами Страстью Чувственностью И Жизненным Чутьем Прямая Связь между Страной И молодежью Получившей В ней Образование Приведет К возрождению Еврейского Народа Как Мужественного Связанного С природой Отвергающего Чрезмерную Зацикленность На религиозности Свойственную Диаспоре В этом Культе Молодежи Особое Место Отводилось Тем Кто родился И вырос В Палестине В то время Как их Отцы Пытались Привыкнуть К физическому Труду Выбиваясь Из сил Сыновья Без труда Работали В поле В то время Как старшее Поколение Говорило О своей Любви К стране Но почти Не знало Ее Их Дети Бродили Вдоль и Поперек И отождествляли Себя С ее климатом И пейзажами Они Не мечтали О другом Доме И других Пейзажах И не страдали От того Что поэта Саллеа Гольдберг Назвала Душевной Болью Двух Родных Земель Старшее Поколение Много Говорило О необходимости Самообороны И ношения Оружия Но на самом Деле Мало Кто Брался За это Напротив Ицхак Табенкин Лидер Движения Хакибуц Хамойхад Описал Молодого Пионера Как человека Несущего В одной руке Мотыгу А на плече Винтовку Что Объединяла Земледельца С борцом-защитником Ваши парни Однажды Принесли Вам Мир С Плугом Сегодня Они Несут Мир С Винтовкой Так Выразился Натан Альтерман В песне Конца 1930-х Годов Которую Пели Члены Хаганах Сабра Пустынный Кактус С которым Столкнулись Эмигранты Дала Название Этому Поколению Его Плоды Имеют Колючую Кожуру Но Мякоть Сладкая И Сочная Говорилось Что Сабры Откровенные И Прямые Честные И Храбрые Свободные От Лицемерных Манер Бужуазного Общества С Силой Которая Заключается Не В словах А В делах Так Поселенцы Идеализировали Здешних Сыновей Которые Казались Их Родителям Воплощением Всех Мечтаний Свободных Детях Природы Растущих В Палестине Молодая Американская Студентка Столкнувшаяся С этой Породой Сабров Определила Их Следующим Образом Жесткие И Неотесанные Бесхитростные Раскованные Часто Застенчивые Незамысловатые Прямые Нежные Безжалостные Неустрашимые Самоуверенные С даром К импровизации С даром С даром С даром С даром